Еще демонстрацию. Да, все хорошо, в полный экран, все хорошо видно, спасибо. Да, вас можно перебивать, задавая вопросы, но дискуссию, если будет кто-то начинать спорить, я буду пресекать, я говорю после выступления, хорошо? Хорошо, добрый день, уважаемые слушатели, я хотел рассказать о сильной эквивалентности арифметики Биана и теории конечных множеств, так как мне показалось, это достаточно новая тема, конкретно этот результат был получен в 2006 году, и мне показалось, он достаточно концептуальный, его можно довольно долго обсуждать. Вот, а, ну, какая, наверное, небольшая история вопроса, вообще в математическом сообществе долго ходило утверждение о том, что теория конечных множеств и арифметика Биана эквивалентны, причем эквивалентны в сильном смысле. Но это, насколько я понимаю, большую часть времени было такое фольклорное утверждение и до конца не формализованное. Вот, давайте посмотрим на конкретную его реализацию, формализацию. Ну, в частности, давайте сначала подумаем о том, что вообще значит эквивалентно в сильном смысле. Вот, авторы этой статьи воспользовались подходом Альберта Виссера, а именно он предложил категорию первопорядковых теорий. Если вы не знаете, что такое теория категорий, то это не страшно. Далее, все равно будет понятно, даже без знания, что такое теория категорий, что означает эквивалентно в сильном смысле. Значит, объектами этой категории у нас являются упорядоченные пары. Первопорядковая сигнатура и теория в этой сигнатуре. При этом от сигнатуры мы требуем, чтобы там содержался одноместный предикат домейн, а также от теории мы требуем, чтобы в ней лежала формула «не существует x дом x», а для любого x дом x. Вот, значит, что такое в этой категории морфизм, то есть стрелка из одного объекта в другой, ну вот, йота? Это, значит, в первую очередь он определяется на… Да, еще одно замечание. Мы рассматриваем сигнатуры, содержащие только предикатные символы. Но это сделано для удобства, потому что функциональные и константные символы через предикатные символы при наличии предиката равенства можно выражать. Ну, мы будем считать, что предикат равенства у нас тоже всегда есть. Значит, в первую очередь морфизм определяется на предикатных буквах первой сигнатуры, а именно мы для каждой такой предикатной буквы выбираем формулу уже из языка второй сигнатуры, при этом, чтобы ее свободные переменные содержались в среди свободных переменных предиката. И аналогично сопоставляем формулу предикату domain. А дальше мы продолжаем йоту на уже все формулы нашего языка. А именно через булевые связки продолжение пропускается, ничего не меняя, а вот через квантеры мы, ну вот как на экране показано, ну какая за этим идея стоит. Мы, получается, хотим в рамках второй теории и в рамках ее какого-то универсума промоделировать объекты первой теории. То есть мы в рамках второй теории выбираем какую-то, ну, часть универсума и определяем на ней какие-то соотношения, и говорим, что вот с этими отношениями вот эта вот часть универсума на самом деле удовлетворяет теории один. Ну, поэтому нам, чтобы так говорить, нам, собственно, нужно проверять формулы не для всех, ну, вернее, переводу формул, не для всех элементов, а только для элементов вот как раз этого под универсума дельта, определимого при помощи формулы дельта. Поэтому существование нам нужно именно в этой части, и для любого мы хотим проверять только для этой части универсума. Вот, но я, собственно, сказал, что мы хотим, чтобы теория 2 моделировала в себе, ну, в какой-то части своего универсума теорию 1. Собственно, вот для этого мы требуем, чтобы, во-первых, в теории 2 выводилось, что, значит, вот эта совокупность, определимая дельтой, была не пустой, а, во-вторых, Т2 выводила переводы всех акшем Т1. То есть, иными словами, действительно для, ну, об этом можно сказать на модельном языке, то есть рассмотреть модель теории 2, тогда в модели теории 2 будет подмножество, такое, что если мы его возьмем вот с отношениями, которые определимы при помощи формул, которые мы выбрали для каждого, для каждой буквы R, то такое множество с такими отношениями, на самом деле, будет моделью теории 1. Ну, и индукции, там, по построению вывода можно доказать, что, на самом деле, эти два условия вместе эквивалентны тому, что просто, если что-то, если какая-то замкнутая формула вводится в теории 1, то ее перевод вводится в теории 2. Значит, ну, и теперь, что же такое, ну, это как бы, я сразу сказал, что Yota это морфизм, а на самом деле морфизм это классы эквивалентных отображений, а какое отношение эквивалентности, мы считаем, что два таких отображения для нас одинаковые, если они доказуемо эквивалентны. То есть, если теория 2 может сказать, что, ну, вот у нас есть две формулы, но в сущности теория 2 знает, что обе эти формулы определяют одно и то же там подмножество моделей, и теория 2 знает более того, что в рамках этого подмножества те формулы, которые мы задали для каждого отношения, задают одно и то же отношение. Ну, это вполне естественное требование. Значит, ну, и теперь, как определяется композиция? Композиция довольно просто определяется. Каждый символ предикатный, мы сначала переводим его при помощи первого морфизма, потом при помощи второго. Ну, с домейн чуть-чуть трее, потому что, ну, если мы просто два раза переведем домейн, то получится формула, поведение которой мы знаем только в рамках домейна, ну, в степени сигма, в смысле перевода домейна при помощи морфизма сигма. Потому что мы знаем, какое подмножество моделей определяет двойной перевод только в рамках подмножества моделей, которые определяются одинарным переводом. Вот. Ну, интуиция какая за этим стоит? Мы, ну, я уже сказал, да, хотим, по сути, проинтерпретировать первую теорию во второй. Ну, вот как, например, часто делают в арифметике пиано, ну, утверждается, там можно проинтерпретировать теорию вычислимости, можно проинтерпретировать, там, достаточно большой пласт математики. Вот. Как это происходит, мы, по сути, ну, обычно, как это происходит в арифметике пиано, мы кодируем интересующие нас объекты при помощи натуральных чисел, а дальше говорим, что, ну, вот, ну, определим там реальное отношение, ну, которое мы хотим, собственно, определить внутри арифметики пиано, там, как какое-то арифметическое выражение. Ну, и дальше показываем, что оно действительно утверждает интересующими нас свойствами, и что арифметика пиано действительно моделирует то, что мы хотим, чтобы она моделировала. Но вот здесь, по сути, изложено то же самое, только более общим языком. Ну, и не для арифметики пиано, Она вообще в принципе для произвольной теории. Ну и тогда в целом, само собой, мне кажется, напрашивается, что мы хотим от сильной эквивалентности. Мы хотим, чтобы в рамках этой категории два объекта, которые мы рассматриваем, а именно арифметика Пиано и теория конечных множеств, были изоморфны. То есть, чтобы можно было арифметику Пиано проинтерпретировать в теорию конечных множеств, в теорию конечных множеств в арифметике Пиано, при этом эти две интерпретации были взаимнообратными. То есть, когда мы возьмем их композицию, она будет доказуемо эквивалентно просто тождественной. То есть, двойной перевод каждого предикатного символа будет доказуемо эквивалентен просто самому предикатному символу. Вот. И к этому будем стремиться. Значит, ну, прежде чем идти дальше, вообще что поднимается по теории конечных множеств? Ну, я на всякий случай перечислил ее аксиомы. Собственно, в чем отличие от просто ZF? Отличие только одно. Мы аксиому бесконечности заменяем на ее отрицание. Аксиом бесконечности говорит, что существует индуктивное множество. То есть, существует множество, которое содержит пустое, и для любого своего элемента содержит еще S от него. Ну, где S от элемента, это синглутон этого элемента объединится с самим этим элементом. То есть, ну, такая конструкция, которая дает заведомо, каждый раз заведомо новый элемент. Таким образом, если такое множество существует, оно точно бесконечное. И, в частности, из этой аксиомы вводится существование множества натуральных чисел. Это, по сути, наименьшее индуктивное множество. Вот. А мы берем, не просто убираем эту аксиому, а берем ее отрицание. Иван, можно вопрос? Вот вы сформулировали, именно берется отрицание аксиомы бесконечности. Причем в очень конкретной форме. А именно, как вы и сказали, есть множество, которое содержит пустое множество. И вместе с любым элементом содержит его наследник. То есть, оно само плюс по аксиоме пара, объединенное с синглутоном из него же. Да. Вот. Еще тогда, когда вы делали первый раз обзор, понимаете, это еще не означает, что нельзя сформулировать какой-нибудь другой аксиомы, другой бесконечности. И непонятно, как разные аксиомы бесконечности могут соотноситься с этой наиболее классической формой, которая достаточна для построения натуральных чисел. Понятно? Да. Я хоть понятно сказал, да? Да, понятен вопрос. Но если у вас нет ответа, то вы сформулировали четко. Просто берем, а в качестве аксиомы берем отрицание конкретно этой аксиомы. Можно не отвечать тогда? Нет, нет. Тут есть вполне осмысленный ответ. Это не просто так, теория конечных множеств. Да, то есть, по сути, в рамках ZDF мы постулируем существование конкретного бесконечного множества, из которого мы получаем все нужные нам. А тут мы постулируем отрицание существования этого конкретного бесконечного множества. Из этого априорно, конечно, не следует, что бесконечных множеств вообще нет. Однако, ну, действительно окажется, ну, что бесконечных множеств по сути нет. Каким образом? Ну вот, вспомним в ZFC, как происходит, ну, в ZFC есть такое стандартное рассуждение, ну, которое опирается на аксиомы выбора, что, значит, любое множество равномочено какому-то ординалу. Значит, раз, да. Вот. Мы здесь взяли отрицание аксиомы бесконечности. Это, в частности, значит, что у нас нет множества натуральных чисел. Более того, у нас, в принципе, нет никаких предельных ординалов. Все ординалы – это ноль и последователи. По сути, ординал для нас, класс ординалов для нас есть, ну, в данной теории, по сути, натуральные числа. Если бы нам удалось доказать аксиомы выбора, то из нее бы точно так же следовало, что любое множество равномочено какому-то ординалу. А все ординалы, ну, по сути, конечные. Ну, в этой теории более того, естественно, сформулировать, что значит конечность, множество конечное, если оно равномочено какому-то ординалу. Потому что в этой теории ординалы – это только натуральные числа. Вот. Это действительно окажется так. А напрямую, как вывести, ну, вообще аксиома выбора, если брать отрицание аксиом бесконечности, выводится в достаточно небольших предположениях, и мы более того увидим к концу, если успеем, значит, увидим к концу, как именно аксиома выбора следует вот из этих всех. Ну, интуитивная идея такая, что поскольку у нас только конечные множества, аксиома выбора, ну, оказывается, гораздо более слабой. Вот, то есть это действительно теория конечных множеств, а не просто, ну, названная так, потому что, ну, вот мы взяли отрицание этой классической аксиомы, вот. Значит, ну да, значит, обозначается она ZTF-INF, вот, и, ну, естественно, взять рассмотрение именно ее. И первый шаг, который был совершен, причем совершен был задолго до, вот, изложенных перед этим идей, это интерпретация Аккермана. Ну, тут формально написано, что происходит, сейчас я скажу неформально. Мы можем мыслить себе числа, как коды для множеств. И тогда, ну, нам надо задать вопросом, а что значит, что множество с кодом номер N принадлежит, ну, множество с кодом номер X принадлежит множеству с кодом Y. Вот, Атеман предложил такую идею, что X принадлежит Y, в смысле, что X и Y – это коды каких-то множеств. Если, значит, знак номер X в двоичном разложении числа Y равен единице. Ну, собственно, здесь это написано уже в языке эфметики пиано, а именно, что Y разлагается в 2 в степени X умножить на какое-то нечетное число, плюс R, которое меньше, чем, ну, плюс, в общем, какой-то остаток. То есть, правильно, извините, я вмешиваюсь, потому что я в частности проверяю, правильно я понимаю. Вообще, это можно объяснить просто. Y, на самом деле, это число, представляющее характеристическую функцию множества Y. Да, да. То есть, если представить ее в виде двоичной записи, то просто те номера, те позиции, на которых стоят единички, это есть номера тех множеств, которые принадлежат Y. То есть, точность – это число, представляющее характеристическую функцию, так? Да. Спасибо. Вот, значит, ну, вот я проговорил, значит, знак номер X в двоичном разложении Y равен единице. Ну, это утверждение о том, как, по сути, связать стандартную модель теории конечных множеств с стандартной моделью эфметики Пиано. Ну, а к стандартной модели теории конечных множеств чуть позже вернемся, а вот как, собственно, в рамках этих конкретных теорий это сформулировать? Ну, вот, собственно, нам что надо было для интерпретации? Нам нужно каждый предикатный символ из сигнатуры, для него выбрать формулу второй сигнатуры. Ну, какие у нас есть предикатные символы в сигнатуре теории конечных множеств? Ну, их там два. Равенство, но равенство мы, ну, вернее, три. Домейн, но поскольку мы хотим взаимно обратной интерпретации, домейн, значит, интерпретируется как домейн. То есть, мы хотим, чтобы областью интерпретации были все числа. Значит, равенство как равенство. Ну, то есть, мы хотим, чтобы, опять же, взаимно обратной интерпретацией хотим, что если множество равны, тогда это будет тогда, когда равны их кода. Ну, и единственный содержательный случай – это принадлежность. Вот, значит, предлагается проинтерпретировать принадлежность вот такой формулой. Ну, здесь может возникнуть вопрос про формулу p равно 2 в степени х. Ну, действительно, у нас нет такого функционального символа в языке арифметики пиана, но там в стандартном курсе об арифметике пиана рассказывают, что она достаточно сильная, там все знает про примитивно-рекурсивные функции. Ну, то есть, скажем так, условно небыстро растущие тотальные функции, если совсем грубо. То есть, на самом деле, есть формула, которая в сигнаторе арифметики пиана, которая выражает, ну, от двух переменных, от p и от х, которая выражает в точности то, что p равно 2 в степени х. Более того, сама иметь копиана про эту формулу знает, ну, две главные составляющие. Во-первых, что 2 в нулевой – это единица, а во-вторых, что 2 в степени х плюс 1 – это 2 в степени х умножить на 2. Ну, и на самом деле, если мы обратимся даже к ЗТФЦ и посмотрим, как мы бы там определили экспоненту, то мы бы ее в точности так и определили по рекурсии. Мы бы сказали, что это такая функция в натуральных числах, что 2 в нулевой – это единица, 2 в степени х плюс 1 – это 2 в степени х умножить на 2. А дальше любое утверждение про эту экспоненту мы бы доказывали на основе, ну, вот этого определения и индукции, значит, на натуральных числах. Все это в альтметике пиано есть, поэтому, ну, интуитивно, надеюсь, хотя бы я вас убедил, что альтметика пиано про экспоненту в целом почти все знает. Ну, в частности, например, она может доказать единственное разложение по степеням двойки. Вот, значит… Извините, а в таком случае, естественно, вопрос, а что она не знает? Пример. Ну, вот, значит, сейчас. Ну, вот, есть, наверное, вот самое простое утверждение, которое можно сформулировать, о котором она не знает. Давайте я тогда на доску перейду. Видно доску? Да, да, да. Вот, значит, есть такая последовательность, ну, называется последовательность у Гудстейна. Мы берем число, ну, любое число можно разложить по степеням двойки. Ну, например, там 9, да, это 2 в кубе плюс 2 в нулевой. Ну, теперь в степенях тоже стоят числа, их тоже можно разложить по степеням двойки. Это будет 2 в первой плюс 2 в нулевой, ну, и плюс 2 в нулевой так и останется. Вот, любое число, ну, тут быстро закончили, любое число можно разложить по степеням двойки прямо до конца, чтобы у нас в записи, ну, там, единицу можно писать, были только двойки и нули. Вот, значит, после этого, когда мы так сделали, заменяем все двойки на тройки. Это получится в данном случае 3 в четвертой плюс 1, то есть 82. Если я не ошибся, да, вроде так. Вот, значит, теперь мы из этого числа вычитаем единицу, получаем 81. Теперь снова раскладываем по степеням троек. Ну, и в данном случае совсем просто получается, это 3 в четвертой. Ну, и опять же раскладываем до конца. Это 3 в степени 3 плюс 3 в нулевой. Вот, теперь все тройки заменяем на четверки. Потом снова вычитаем единицу, после вычитания единицы снова до конца раскладываем по степеням четверки. Ну, и так далее. Снова все четверки на пятерки, вычитаем единицу, заново раскладываем по пятеркам, причем до конца все пятерки на шестерки. Вот, на самом деле, ну, из-за того, что мы каждый раз вычитаем всего единицу, однако этого оказывается достаточно, чтобы начиная с любого числа мы рано или поздно закончили нулем. Дальше мы можем определить функцию, такую, что f от n равна, ну, то количество шагов, которое нам надо, чтобы добраться до нуля. Ну, в частности, доказать тотальность, то есть то, что эта функция определена на всех натуральных числах, это то же самое, что доказать, что, ну, такая последовательность обрывается нулем, начиная с любого натурального числа. И вот, оказывается, арифметика пиана это сделать не может. Спасибо, очень любопытно. Я этой любопытной последовательности не знал и этого факта. Спасибо. Извиняюсь, у меня вопрос, чтобы задать это. Нужен оператор минимизации, который нас приводит в класс именно... Да, конечно. Нужен оператор минимизации. Наименьшее n такое, что, да. Спасибо, понятно. Вот. Ну, в частности, если чуть-чуть более подробно про это, у нас, значит, ну, как это, например, в ЗТФЦ доказывается. Это можно доказать в ЗТФЦ. В ЗТФЦ надо понять, что здесь уменьшается. Вот. То есть, ну, явно, раз каждый раз обрываемся нулем, что-то уменьшается, вот надо понять, что уменьшается. И это что-то... Поэтому чему-то можно построить ординал, после этого доказать индукции по ординалу, то, что начинают с любого числа мы обрываемся нулем. И это будет индукция до ординала ε0. Ну, может, не все знают. ε0 – это супремум вот таких ординалов. Омеги, ну, омега в степени омега, омега в степени омега в степени омега, ну и так далее. Ну, или же это наименьший ординал такой, что он, если омегу возвести в его степень, получится он сам. Вот. И вот если доказывать индукции до этого ординала, то мы сможем доказать, что любая последовательность обрывается нулем. И вот оказывается, что ε0 – это ординал, характеризующий саму теорию эфеметики Кипиана, а именно она... В ней можно формализовать определенные ординалы, и оказывается, что она как раз знает индукцию по любому начальному отрезку этого ординала, а по всему ординалу она индукцию не знает. Поэтому она это доказать и не может, в частности. Вот. Ну, а теперь, возвращаясь к тому, что обсуждали, мы... Да, интерпретация Кермана. Ну, значит... А, вы продолжаете здесь. Ты только хотел сказать, что слайд не переключался. Не-не, я продолжаю здесь, да. Значит... Ну, я ее сформулировал, но не доказал, что это интерпретация. Ну, сейчас хотя бы чуть-чуть, понятное дело, что на всем останавливаться не будем, но так, в принципе, нам надо доказать, ну... Нам надо доказать, что все... Переводы всех аксиом в альфметике Пиано, значит, выводятся. Ну, в частности, у нас... Ну, я уже сказал... Нет... А, ну, сейчас, да. Ну, во-первых, есть аксиома там существования пустого множества, то есть есть такое множество, что ему ничего не принадлежит. Ну, в данном случае, какому числу ничего не принадлежит, вот в том смысле, в котором там было сказано, что когда мы раскладываем в двечном разложении, там не должно быть единичек. Ну, это ноль. То есть, пустое множество... Код пустого множества — это ноль. Ну, и, в принципе, давайте, да, хотя бы чуть-чуть посмотрим, значит, у каких множеств какие коды. Вот, например, единичка, как множество, это синглутон пустого, то есть множество, содержащее только пустое. Соответственно, двоичная запись должна быть вот такой, единичка на нулевом месте. Ну, собственно, это, ну, как число — это единица, то есть единица является кодом множества единицы. Вот множество 2 в ZF-INF — это что? Это множество, там, содержащее пустое, и, ну, то есть содержащее 0 и 1. То есть это множество, которое должно содержать множество вот с таким кодом и вот с таким кодом. Соответственно, у него должна быть на нулевом месте единичка и на первом месте единичка. То есть у него должна быть вот такая двоичная запись, и это получается 3. То есть код ординала 2 — это 3. Соответственно, код ординала 3 — это будет 3 плюс 2 в кубе. Это будет 11. Вот. Ну, а что мы тут пропустили? 2. 2 имеет двоичную запись 1, 0. И, соответственно, это множество, содержащее из одного элемента из единицы. То есть 2 — это код для вот такого множества. Ну, тогда в целом становится, я думаю, довольно понятно, что аксиома пары, безусловно, выводится в арифметике пиано, как получить множество, содержащее только x и y. Если x и y разные, нам надо взять 2 в степени x плюс 2 в степени y. Ну, если x и y совпадает, просто 2 в степени x. Соответственно... Ну, что еще такого можно интересного, мне кажется, пронаблюдать? Вот регулярность. Регулярность что говорит? Что для любого непустого множества в нем есть элемент, такой, что он не пересекается с этим самым множеством. Ну, вот возьмем произвольное множество. То есть, ну, для нас это код. Ну, значит, его запись начнется с единички, ну, если оно не пустое. И, ну, в какой-то момент будет последняя единичка в его записи, а дальше одни сплошные нули. Тогда, соответственно, вот эта единичка означает, что, ну, какое-то t ну, принадлежит этому множеству. Собственно, ну, множество, код которого является номером этой единички в записи. Ну, теперь, если мы это t разложим по степеням, ну, представим в виде двоичного разложения, то, ну, оно совершенно точно будет короче, чем вот это, потому что вот это, значит, длина двоичного разложения 2 в степени t. А это значит, что t, как множество, будет содержать только те элементы, которые вот здесь точно не содержатся. Собственно, вот, можно прям явно указать элемент, который принадлежит данному множеству, но с ним не пересекается. Ну, собственно, если нулей в конце вообще не будет, то есть хвоста из нулей не будет, то есть в конце будет стоять единичка. Что означает единичка в конце записи? Это означает, что множество содержит пустое. Ну, тогда пустое подойдет как элемент. Вот, значит. То есть, ну, таким образом мы вот действительно получили интерпретацию в одну сторону. Ну, теперь, значит, прежде чем идти дальше, поговорим о том, ну, что обычно понималось под обратной интерпретацией. Обычно, ну, что как бы сразу напрашивается? Сразу напрашивается вот такая интерпретация, ну, ординальная. А именно, можно, значит, арифметику пиано проинтерпретировать в ztf-inf, взяв в качестве домейна, значит, собственно, класс ординалов. Ну, я вот перед этим как раз говорил, что в ztf-inf класс ординалов, по сути, и есть натуральные числа. Тогда сложение мы интерпретируем как, ну, при помощи вот этого морфизма, как сложение, собственно, ординалов в ztf-inf умножение к умножению ординалов, и действительно это получается интерпретация. В ztf-inf можно доказать, что, ну, индукцию для ординалов можно доказать, можно доказать аксиомы, арифметики пиано, ну, какие там, собственно, аксиомы, именно индукции, те, при помощи которых как раз в теории множеств и определяется вообще сама операция. То, что там, ну, x плюс 0 это x, x плюс s от y это s от x плюс y. Вот. Но чем нам эта интерпретация не нравится, тем, что у нее область определения это не всем множество. И она поэтому никак не может быть взаимнообратной к предыдущей интерпретации. То есть это уже, безусловно, ну, эти две интерпретации вместе уже, безусловно, дают интересный результат, а именно, что достаточно простыми синтактическими методами можно доказать, что арифметика пиана и zf минус inf экви непротиворечивы. То есть там по модулю достаточно простых предположений не в zfc, а в достаточно простой теории можно доказать, что непротиворечивость арифметики пиана равна сильно непротиворечивости zf минус inf. При том, что это сама простая теория может быть, ну, проще, чем арифметика пиана, то есть не будет знать о том, что эти теории непротиворечивы. Вот. Однако Речь шла о том, чтобы доказать их В сильном смысле Извините Вы сказали термин, который мне По крайней мере сразу даже не знаком Экви непротиворечивый Я ни разу не послышался Экви непротиворечивый Если сейчас Несущественно, можете пока продолжать Просто я для себя заметил, что я этого не знаю Потом спрошу На самом деле время Осталось не так уж и много Вы уже много что рассказали По крайней мере, я второй раз слушаю Больше понимал Да, вот, значит Заметим вот что У нас была первая интерпретация, на нем нам надо ориентироваться Что на самом деле Арифметика Пиан Выведет перевод аксиомы Транзитивности А именно она Выведет перевод аксиомы, который утверждает Что у любого множества Ну, давайте Выпишу Для любого множества существует Другое Такое, что Х в нем содержится как подмножество И И Y транзитивно Ну, напомню Транзитивность Y означает Транзитивность Y означает то, что Ну, ее можно по-разному сформулировать Ну, например, вот так Для любого Z Любой элемент Y Также является и подмножеством И подмножеством Y Ну, например, пустое множество Транзитивно Множество состоящее только из пустого Транзитивно Ну, вот Теоретика множественная двойка Ну, и вообще все теоретики множественные ординалы Конечно, транзитивные А вот множество, состоящее только из Теоретика множественной единицы Оно нетранзитивно В нем есть элемент Собственно, теоретика множественной единицы Которая подмножеством не является Не является подмножеством Потому что это множество не содержит пустого Вот В ZF-C Это аксиома Ну, даже просто в ZF Она выводится Но при ее выводе Используется то, что у нас есть Последовательности Проиндексированные натуральными числами И они там множество А у нас натуральные числа Это целый класс В ZF-Inf И оказывается, действительно Что ZF-Inf Плюс Отрицание аксиома Транзитивности Непротиворечиво Вот Ну, на этом сейчас уже останавливаться Сильно не будем Но Суть вот в чем Если мы хотим Взаимнообратную интерпретацию То, естественно Двойной перевод Любой формулы Если Ну, вернее так Если Перевод какой-то формулы Выводится То ее двойной перевод Тоже должен выводиться Потому что Ну По определению интерпретации Поэтому Двойной перевод Аксиома Транзитивности Должен выводиться А еще Если у нас Все-таки Это будут взаимнообратные интерпретации Двойной перевод Должен быть доказуем И эквивалентен Исходной формуле Таким образом Нам необходимо Чтобы аксиома Транзитивности У нас была Поэтому на самом деле Оказывается Что нам нужна Не просто ZF-INF А ZF-INF Плюс аксиома Транзитивности И Ну Можно задаться вопросом А хватит ли этого Если ZF-INF Не хватило Вот Оказывается Что этого В точности хватит Да Ну Я вот Упомянул здесь Собственно Что Альфметика Пиана Выводит это Ну Вообще Никак это не пояснил Поясняется Это довольно несложно Вот у нас там Ну Есть Код для множества Как получить Транзитивное Такое Что оно содержит Данное Как подможество Просто вместо Всех нулей Поставить единицы Понятное дело Что одно В другом Содержится Как подможество И это Совершенно Транзитивно Потому что Любой его элемент Когда мы Любой его элемент Запишем В виде множества Он будет иметь Длину Совершенно Точно Меньшую Чем Ну В двоичной записи Совершенно Точно Меньшую Чем Длина Вот Самого Этого числа А значит Ну Везде Где У этого Маленького Числа Будут единички Единички Будут и здесь А значит Любой элемент Заведомо Будет подмножеством Вот Значит Да Теперь Какая идея Вот Тут Мы сопоставили Множеством Мы Представили Натуральные числа Как коды Для Множеств А Еще мы Заметили Да Что Альфметику Пиано Можно В целом Проинтерпретировать В самой Теории Конечных Множеств Но только Как Ординалы Ну вот А почему Не сделать То же Самое То есть Рассматривать Числа Как коды Только Внутри Самой Теории Конечных Множеств То есть Рассматривать Ординалы То бишь Натуральные Числа Как коды Для Множеств И Тогда Сопоставлять Кодам Сопоставлять Натуральным Числом Отсюда Множество Отсюда Кодами Которых Эти натуральные Числа Являются Собственно То есть Идея Берется Из Той же Самой Интерпретации Германа Ну То есть Что мы Хотим Мы хотим Что Ну вот Допустим Мы смогли Определить Внутри Теории Конечных Множеств Мы Внутри Нее Смогли Определить Коды Ну Мы поняли То есть Вот например Мы поняли Что пустого Множества Соответствует Код 0 Мы Смогли Определить Там Для Множества Х Смогли 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 Много 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 Известный Термин Это Вот Что Что Ну Она Имеет Место В ZF В ZF Она Доказывается Опять же Потому что Она на самом деле Просто равна Сильно Аксиомой Транзитивности А тут Ну вот Мы положили Аксиомой Транзитивности И ее можно доказать Но мы останавливаться На этом не будем На доказательстве А как выглядит Аксиома Как выглядит Аксиома Я правильно понимаю Что вообще Значок принадлежит Произошел от Значка От буковки Эпсилон Поэтому это Более или менее Понятно Тем не менее Правильно Я ведь понимаю Да Именно так Пожалуйста Это просто Комментарий Что он позволяет Лучше понять Что будет За аксиома Да Вот Хорошо Да Значит Если Мы имеем Что для всех Иксов Выполняется Что если Для любых Элементов Икса У нас имеется Фи От них То есть Они обладают Каким-то свойством И из этого Мы можем заключить Что тогда Икс Обладает Этим свойством Тогда Из этого следует Что все Множество Обладают Этим свойством То есть Индукция Не по отношению Меньше А просто По отношению Принадлежности Если мы Для всех Из того Что для всех Элементов Что-то Выполняется Можем заключить Выполнение Этого Сольства Для самого Множества Тогда на самом деле Сольство Выполняется Для всех Множеств Вот Ну Интуитивно Идея простая Почему Это Выполняется Например Для натуральных Чисел В смысле Почему Индукция По отношению Меньше Интуитивно Потому что Мы можем Идти По отношению Меньше Вниз И Ну Рано или поздно Прямо себя в ноль Мы не можем Бесконечно Долго Идти вниз По отношению Меньше Вот по отношению Принадлежности Мы тоже Не можем Бесконечно Долго Идти вниз И это Следует Из-за Ксом Регулярности То есть Не существует Бесконечной Цепочки Вот таких Множеств Что Y1 Принадлежит Y0 Y2 Принадлежит Y1 Y3 Принадлежит Y2 Ну и так далее Но если Такой Бесконечной Цепочки Не существует То мы Просто Можем Всегда Найти Наименьший Элемент Такой Что Для него Фи Не выполнено А для всех Его элементов Ну Наименьший Элемент В этой цепочке Что Для него Фи Не выполнено А значит Для всех Меньших Фи Выполнено Ну и тогда По Посылке И для него Должно быть Выполнено Получим Противоречие Ну и тогда Оказывается Что на самом деле Совершенно точно Для всех Множеств Должно быть Выполнено Вот Значит Да И вот теперь Имея Эпсион индукцию По Значит Эпсион рекурсе Мы построим Значит Вот эту самую Функцию Единственное Что здесь Нам нужно Это вот Эта сумма Ну В ZTF Не было бы Никаких проблем Определить Произвольную Конечную сумму А вот здесь Уже возникает вопрос Потому что произвольная Конечная сумма Для нас Это уже Произвольная Это сумма Которая может иметь Длину любого элемента Из целого класса Ну и тут Просто используется Такой Хитрый ход Ну как Не то чтобы Прям очень хитрый Видно Да Вот Значит Определим сначала Функцию Сигма с домиком На парах На паре Ну она Любой паре Ординалу И подмножество Класса ординалов Сопоставляет ординал А именно Сигма от нуля И какого-то множества Ординалов Равно нулю А ну Соответственно Сигма от последователя Чему равна Она равна Тому же самому Если этот самый последователь Не лежал в этом множестве И мы прибавляем Этот последователь Если он лежал В этом множестве Иными словами Сигма от Ординала Альфа И множества х Это не что иное, как сумма всех ординалов в множестве x, таких, что они меньше либо равны α. То есть такая ограниченная сумма. Естественно, как получить полную сумму? Ну, мы же знаем, чем ограничены все ординалы в множестве. Ну, супремум. Этот супремум не что иное, как объединение по множеству ординалов. Так мы получаем ту самую настоящую сумму. После чего определяем код xA по epsilon recursi, ну вот так. Так, если знаем коды для всех его элементов, собираем множество из этих кодов и его подставляем в эту нашу сигму. Вот, значит, ну, что нам нужно про это p узнать? Нам нужно показать, что оно, что это действительно объекция. Что, во-первых, объекция, значит, откуда-куда из всего универсума теории конечных множеств на класс ординалов. То есть, что, значит, если два множества разные, то и коды у них разные, и для любого ординала действительно есть множество такое, что его код – это этот самый ординал. Вот, значит, ну, на этом уже остановиться не будем. Что тут главное, что используют? То, что теория конечных множеств вполне может доказать, так же, как и ZF, что, ну, действительно, любое число можно единственным образом разложить по степеням двойки. Ну, почему так? Потому что как определяется экспонент? Она определяется, ну, вот я говорил как, два в нулевой равно единице, два в степени х плюс один равно два в степени х умножить на два. И дальше, ну, как бы, все доказательства для экспонента проводятся по индукции. Но все эти инструменты в теории конечных множеств, безусловно, есть. Вот, теперь, значит, как же выглядит эта самая обратная интерпретация? Она получается, ну, опять же, домейн мы оставляем самим собой, опять же, мы хотим, чтобы область интерпретации был весь универсум. Равенство тоже оставляем самим собой, ну, по тем же причинам, значит. А, собственно, что делать со всем остальным? Что означает, что х меньше у? Ну, вот я сказал, что, ну, там в теоретике пианы могли мыслить натуральные числа, как коды каких-то множеств. А теперь можем мыслить множество так, что, ну, у каждого множества есть код. Ну, что означает, что одно множество меньше другого? Ну, на самом деле, что просто код одного множества меньше, чем код другого множества. То есть, что p от x меньше, чем p от y. Что означает, что код одного множества плюс код другого множества равно код третьего множества? Ну, собственно, я, наверное, неправильно фразу сформулировал, это ответ на вопрос, который я хотел задать. Ну, и для умножения точно так же. То есть, мы вот это вот глобальная... Иван, можно вопросы? Слушайте, у меня совершенно наивный вопрос. Почему обозначается буковкой b вашим вот этот перевод? Ну, значит... На самом деле, мой вопрос как про значок про эпсилон-эндукцию. Помогает понимать, почему она эпсилон-эндукция, знает, что значок принадлежит, происходит из эпсилона. Ну, значок в статье, в оригинальной не b, а p, просто значок там p-эготическое. И это позволяет отличать этот значок от вот этого значка. А я, ну, не могу нарисовать тут p-эготическое, поэтому пишу просто b, а b, потому что там было а. Хорошо. Все, понятно. Спасибо. То есть, тут в этом значении... Здесь глубокого смысла нет. Вот. Ну, и, собственно, ну, надо бы доказать, что это действительно интерпретация, но тут совсем все просто. Безусловно, переводы всех аксиомарифметики пиано будут выводиться. Ну, потому что мы же, мы, безусловно, знаем, что для натуральных чисел выполняется, значит, индукция. Ну, а мы доказали, что p-это объекция, что так мы можем там получить любой код. То есть, ну, по сути, коды – это просто произвольные натуральные числа. Для них индукцию знаем, для них сложение действительно работает как сложение, умножение как умножение. Поэтому тут, опять же, все совсем просто. Самое содержательное место, которое мы, видимо, опустим в связи с недостатком времени – это доказать, что эти две интерпретации действительно взаимнообратные. А именно, что для любого, получается, предикатного символа, что надо доказать? Что, значит, ну, домен можно опустить, потому что и там, и там он просто весь универсум. Что, ну вот, например, давайте для сложения, да? Нам нужно показать, что… Давайте тогда прямо для любого х, для любого у и для любого z. Х плюс у плюс z. Ой. Х плюс у равно z. Равно сильно двойному переводу этой формулы. Что означает двойной перевод этой формулы? Когда мы один раз переведем, это, ну, будет вот в точности вот это. А когда мы второй раз переведем, это что будет? Это мы должны будем в арифметике пиано определить вот то самое отношение принадлежности. На основе этого отношения принадлежности при помощи эпсилон индукции по этому отношению принадлежности определить p для натуральных чисел. И после этого, определив p, значит, сказать, что вот p от x плюс p от y равно p от z. То есть мысля сначала x как множество, то есть, ну, x в арифметике пиано – это код для множества. То есть найти ординал, который соответствует коду этого множества, и найти код этого ординала. Ну, вот я там, например, показывал, что 11 – это код для ординала 3. То есть вот x – это код для кого-то множества. Найти ординал, который является кодом этого же множества, только найти код этого ординала как множество. Сложить с ординалом для Y и сравнить с ординалом для Z. Вот они все должны совпасть. Ну, в смысле, должно быть вот так. То есть, на самом деле, формула-то катастрофически огромная. Ее даже непонятно, как выписывать. Но на самом деле все сводится к символу S, ну, то есть к последователю. Если мы докажем, что последователь эквивалентен своему двойному переводу, то дальше как вот это доказать? Это можно доказать по индукции. А именно, сначала показать, что X плюс 0 равно X. Ну, и там тоже P от X плюс P от 0 действительно равно P от X. И, ну, тогда они будут равносильны. А потом, что дальше? Дальше мы знаем, что и для того, и для другого, просто из-за того, что... Ну, для этого просто из-за метилепиана, а для этого потому, что ZF минус инф выполняется, значит, и при переводе тоже выполняется. Что выполняется? Что, ну, мы знаем, что сложение удовлетворяет двум основным аксиомам. Что, во-первых, вот прибавить 0 ничего не изменится, и прибавим, значит... Не 0, да, и здесь, конечно, сложение не натуральных чисел, а сложение ординалов. Вот, ординалов определенных через натуральные числа в арифмейске пиано. Вот, значит... Ну, мы, если будем доказывать утверждение по индукции, будем доказывать индукции по Y, и тогда, если просто Y это 0, ну, вот все выполняется, а если Y это последователь, то что мы знаем? Мы знаем, что P от X плюс P плюс штрихованный, где плюс штрихованный, это как раз двойной перевод. S штрихованный, то есть тоже двойной перевод от Y равно P от Z. И если S и S штрихованные – это одно и то же, то мы сможем это свести к индукционному предположению. То есть, на самом деле, самый содержательный случай – это доказать для символа S. Но вот для символа S это утверждение нетривиальное, и оно... Ну, если его для символа S развернуть, оно будет выглядеть следующим образом. Надо доказать, что код X плюс 2 в степени код X равно код последователя X. Вот, ну, опять же, видимо, более подробно нет особо времени на этом останавливаться. Ну, и аналогичное утверждение надо... Вот то, что я написал, это мы, получается, покажем, что в одну сторону это импретарцы взаимно-обратные. В другую сторону надо то же самое, только для символа принадлежности и его двойного перевода. Но это уже гораздо проще, потому что что такое двойный перевод символа принадлежности? Один раз мы его переведем. Мы знаем, это то, что X-тый знак в двоичном разложении Y – это единица. А еще раз переведем. Ну, получается, что код XA должен... Два в степени код XA должен входить в разложение по синему двойке в код Y. Ну, мы в целом... То есть XA – это одно и то же. Да. Что вот, ну, то есть, в ZF минус инф достаточно несложно доказать, что это одно и то же, потому что вот P – это B-екция. Вот. Значит, ну и, наверное, значит, хотелось бы все-таки остановиться на том, а что из этого всего следует. Ну, почему вообще эти интерпретации доказывают, что ZF минус инф плюс аксиома транзитивности и арифметика пиана эквивалентны в сильном смысле? Ну, значит, вот чем интересна арифметика пиана? Она интересна тем, что в ней, она достаточно... Она, несмотря на то, что сильно слабее, чем ZF C, в ней можно очень много всего определить. То есть, на самом деле, она достаточно сильно выразительная. Иными словами, ну, что это означает на том языке, который я сегодня описал? Это здесь, что в ней нужно много что интерпретировать. Однако, в рамках этой категории эти две теории изоморфны. Иными словами, если что-то можно интерпретировать в арифметике пиана, то есть естественный способ проинтерпретировать это в теории конечных множеств. Наоборот, если есть какая-то интерпретация в теории конечных множеств, есть естественный способ проинтерпретировать это в арифметике пиана. Между тем, интерпретировать что-то, то есть определять какие-то объекты при помощи символа принадлежности, как мне кажется, гораздо проще. Потому что, по сути, вся математика так встроена. Мы все объекты изначально определяем как множество, а не как какие-то коды натуральных чисел или последовательность натуральных чисел. Собственно, эта техника более сложная. А определять что-то при помощи символа принадлежности гораздо проще. Между тем, получается так, что определять что-то при помощи символа принадлежности ZF-INF по выразительной стиле, это буквально то же самое, что что-то определять в рамках арифметики пиана. Более того, эта интерпретация работает не только в рамках арифметики пиана и ZF-INF, а в рамках всех сопутствующих теорий, которые обычно можно упомянуть вместе с ними. А именно, во-первых, эта же интерпретация дает изоморфизм теории стандартной модели арифметики пиана, то есть теории стандартной модели натуральных чисел, и теории стандартной модели теории конечных множеств. Ну, а именно что это? Это в Омега, в иерархии Фан Неймана, ну то есть все, действительно все множества, которые строятся из пустого за конечное количество операций. Вот. И также это же соответствие можно спустить и на более низкие уровни, а именно и сигма-Н, то есть когда мы берем индукцию только по формулам с ограниченной сложностью, будет соответствовать, ну там, ну я не уверен, что это теория, если у предприятия обозначения, в общем, ограничиваем схему аксиом выделения и схему аксиом подстановки на тоже формулу ограниченной сложности. Вот. То есть даже для подсистем естественных, которые часто рассматриваются вместе с этими системами, это соответствие тоже работает. Ну и последнее, значит, что хотел сказать, вот я с самого начала говорил, ну это уже получается отступление, говорил про аксиом выбора, вот ее можно пронаблюдать вот здесь. Ну, как ее доказать? Вот тут, если мы верим, что это биекция, то получается, что есть биекция между универсомом всех множеств, конечно, ну, между универсомом всех множеств нашей теории и классом ординалов. Ну, это что значит? Значит, что мы можем взять любое множество и сузить это P на это множество. И тогда это будет биекция икса с каким-то, ну, это будет вложение икса в какой-то ординал. Раз есть вложение икса в какой-то ординал, значит, есть и ординал, с которым есть биекция. Ну, потому что у нас все ординалы, это натуральные числа, они конечные, там предельных ординалов вообще нет. И все достаточно просто устроено. То есть, иными словами, есть ординал, с которым есть биекция. Ну, вот мы и показали тогда, что любое множество равномочное какому-то ординалу, то есть действительно все множества конечные. Ну, а из этого будет выводиться аксиома выбора, потому что как вывести аксиом выбора для конечных множеств? Просто индукции по мощности. Такую индукцию нельзя провести в ZF, почему? Потому что непонятно, что делать на предельном шаге. Как основываясь на том, что аксиома выбора верна для всех предыдущих, доказать, что и для предельного ординала она тоже, для множества мощности предельного ординала она тоже имеет место. Ну, непонятно на самом деле как. А вот тут предельных ординалов, как таких, вообще нет, поэтому индукция проходит. Ну, это все получилось слегка сумбурно. Вы знаете, ведь я правильно понимаю, что запись ваших двух семинаров, посвященных разбору оригинальной статьи, выложена на сайте Высшей школы экономики. Она, запись есть, но она никуда не выложена. Она никуда не выложена. Если вы, например, для... То есть она вообще есть только у вас? Ну, я бы мог, если есть такая необходимость, я бы мог попросить, чтобы ее выложили. Вы знаете, давайте это сейчас сообщаем людям, слушателям, как факт, что, в принципе, есть более подробный, не в два раза, а в четыре раза более подробный разбор, потому что у вас было два занятия и, соответственно, каждое по два часа, так ведь? Ну, практически, да. Практически, да. Так что, в принципе, можно обратиться и даже не то, что Ивана терзать непосредственно, а можно получить доступ к этой записи. Это во-первых. А во-вторых, хотя у нас время на исходе, я думаю, Леонид, следующий выступающий, позволит пять минут, пять-десять минут короткого обсуждения предыдущего доклада. Леонид, вы позволите? Добрый день, да, конечно. Хорошо, замечательно. Во-первых, я должен поблагодарить, давайте поблагодарим Ивана. Мне было очень интересно поделиться удивившим меня в этом году вот этой связью между арифметикой Пиана и теорией конечных множеств, хотя мне привычнее говорить без максимума бесконечности, да. Вот, это раз. Мне было очень интересно услышать, еще раз послушать конспекты, очень интересно, поэтому спасибо вам. Вопросы и высказывания, если у кого есть прямо сейчас вопросы высказывания. У меня на самом деле есть, но я хоть должен дать сначала другим высказаться. Пожалуйста. Дмитрий Александрович, вы, наверное, хотите. Да, я знаю, что есть вопрос, который интересует Николая Часача, но он и меня также интересует. А есть хоть какое-нибудь исследование, может быть, известно, про арифметика Призбургера. Так как она вкладывается в арифметику Пиана, то она, по идее, должна соответствовать какой-то теории, которая вкладывается в теорию конечных множеств. Неизвестно ли что-либо по этому поводу? Ну, вот, спасибо за вопрос. Действительно, Николай Вячеславович тоже буквально этим же вопросом интересовался. Значит, ну, дело вот в чем. Арифметика Призбургера, мы, ну, чем она отличается? Мы убираем функциональные символы умножения, и, соответственно, все аксио мы с ним связаны. И, ну, дело вот в чем. Арифметика Пиана, она получается, ну, как из таких более маленьких кирпичиков, ее можно разобрать вот на отдельные функциональные символы, связанные с ними аксиомы. А ZF минус инф, ну, и вообще теория множеств, она же состоит, по сути, из одного главного предикатного символа, из принадлежности. Ее по кирпичикам также разобрать гораздо сложнее. И умножение там определяется через этот символ принадлежности. Иными словами, если мы, ну, условно, в теории множеств хотим потерять умножение, чтобы получить, ну, какую-то подсистему, которая соответствует арифметике Призбургера, то нам нужно как-то сильно ослабить принадлежность, чтобы через нее не получилось выразить умножение на натуральных числах. А это, на самом деле, не особо понятно вообще, как делать. То есть гораздо сложнее вот в этом плане разобрать символы принадлежности на маленькие такие кирпичики. Ну, вернее, как ее можно, ну, ее можно разобрать на другие кирпичики. Можно, например, отказаться от аксиомы степени или от аксиомы пары, но это именно что такие другие совсем кирпичики. Понятно. Еще вопросы еще высказывай. Я также хотел спросить, сейчас есть тренд, что доказательства переводят в доказательства, полученные с помощью компьютерных систем. Доказательства, это, конечно же, позволяет получить всегда более надежные доказательства с помощью компьютерных систем. Вопрос. Не знаете ли вы, в каком-либо системе компьютерных доказательств формализована ли теория конечных множеств, чтобы можно было бы получить доказательства уже квалентности, опираясь на эту теорию? Нет, не знаю. Термейла Френкеля, там много где, Леонид, может быть, вы прокомментируете? Уважаемые коллеги, ну, то, что я помню, это то, что еще в начале двухтысячных годов над одной из двух основных современных систем компьютерной логики, а именно КОК, основанной, в свою очередь, на системе зависимых типов, была реализована очень мощная система алгебрических доменов во Франции, в Энреа, и это называлась система компьютерной алгебры, доказательная система компьютерной алгебры. Вначале она называлась ФОК, потом ФОКОЛ, потом ФОКОЛАЙЗ, потом она как-то исчезла из моего видения, я ее вот в последнее время как-то не мог даже найти, но, безусловно, что она существует, и надо почитать, ее, скорее всего, просто переименовали в очередной раз, почитать сайт Энреа, и если так, то я абсолютно уверен, что там, конечно, существует конструкция для конечных множеств, и, вообще говоря, там очень высокая башня алгебрических доменов была выстроена, и это довольно интересная система для работы. Давайте посмотрим, во что сейчас превратился ФОКОЛАЙЗ, где он там находится, и как до него можно добраться. Спасибо, спасибо. Если вы позволите, я задам еще, я сам задам, хочу, извините, уважаемые другие участники, есть вопросы, а то у меня есть еще один вопрос, причем очень наивный. Вопросов других нет. Я позволю тебе задать, как я попросил у Леонида, разрешение 10 минут задать у него. Иван, вообще это вопрос не только к Ивану, не только к выступающему, а так и к всем. Вот, глядите, для меня всегда было недоумением объяснение, ну вот, некоего парадокса, следующего из теоремы Левенгельма-Сколема, о том, что возьмем ту же самую, записанную на жестком, формализованную теорию Цермела-Френкеля, или какую-нибудь другую формализацию первого порядка, теории множеств, по теореме Левенгельма-Сколема есть счетная модель, то есть в терминах того, что вы сегодня рассказывали, это означает, что Цермела-Френкеля интерпретируема в теории этой счетной модели, правильно? Ну, из того, что просто по мощности возможна интерпретация, ну, Нет, не по мощности, она так и значит интерпретируема, теория, там же важно, что не просто счетная модель, там отношение принадлежности оказывается на этой счетной модели достаточно сложным, то есть это крайне сложным. Конечно, конечно. Ну, так или иначе, в терминах того, что вы рассказывали, это означает, что Цермела-Френкеля интерпретируема в теории этой матч-счетной модели. Кажется, что не означает, нет. Это как раз, я и сказал, у меня наивные вопросы, я правильно понимаю в начальной слайде, что слово интерпретация, морфизм, как раз. Ну, сейчас, да, я понял, давайте я открою, значит, что нам нужно получить для интерпретации, нам надо, ну, собственно, ну, то есть, хотим там, ЗТФЦ где-то проинтерпретировать, нам нужно, получается, выбрать, ну, область интерпретации и выбрать, а что же такое будет отношение принадлежности. Значит, да, что же... Оно какое-то есть. Вот, а мы же, мы же не знаем, что, есть ли такая формула, что она определяет такое отношение принадлежности, чтобы теория, например, конечных множеств выводила, во-первых, чтобы это домен был не пустым, а во-вторых, чтобы она выводила переводы всех аксиом ЗТФЦ. То есть, можно ли в теории конечных множеств найти такое множество и такое отношение на нем, чтобы оно удовлетворяло всем аксиом ЗТФЦ? Вообще говоря, если нам такое удастся, сейчас, возможно, это будет означать противоречивость ЗТФЦ. Сейчас, я, ну, я не буду прям так... Я немедленных ответов не требую, я как раз говорю, что у меня как раз некоторые, я дохожу до некоторых размышлений и попадаю в тупик и дальше не иду никуда. Поэтому это я озвучил вслух вопрос. Да, действительно, вот в самой ЗТФЦ можно построить, ну, вот я говорю, стандартную модель теории конечных множеств. Ну, это В-Омега в кумулятивной иерархии или иерархии фон Неймана, ну, или там, если интуитивно, просто все то, что можно простыми операциями из пустого построить. Ну, а именно там при помощи пары, при помощи объединения степени. Вот все, что можно из пустого построить, это и есть стандартная модель теории конечных множеств. Если вдруг мы сможем ЗТФЦ проинтерпретировать в теории конечных множеств, мы сможем в самой ЗТФЦ, получается, в рамках этой самой стандартной модели теории конечных может построить модель ЗТФЦ. Но если бы мы в ЗТФЦ смогли построить модель ЗТФЦ, то мы бы таким образом, ну, методами ЗТФЦ доказали непротиворечивые ЗТФЦ. А из этого повторить теоремию геодера о неполноте следовало, что она противоречива. Да, да. Но тем не менее, я, пользуясь случаем, озвучил свои непонимания в том, что это не экзамен, а я могу спокойно озвучивать, что я запутываюсь и не понимаю. Да? Хорошо. И по самой, по самой, самый-самый последний очень, тоже очень наивный вопрос высказывания. Вот интересно. Я еще раз, вот точно так же, как после вашего подробного выступления, я усомнился в том, что людям понятнее отношение принадлежности, чем отношение ну вот меньше. Да. Но ведь, извините, может быть, вы учитесь в очень хорошем учебном заведении, с очень умными товарищами-студентами. Но формально мы, Иннополис-Университет, по рейтингу поступающих третий. Так вот, модель, модель вещественных чисел, теоретика множественная, не понимают. И объяснение, почему, это можно сказать, что я плохой преподаватель, а у вас хорошее. Людям как раз сразу привычно есть цифры и есть числа, записанные в них. А множество совершенно нелепость и глупость для них. Как ваше отношение? Это совершенно наивно, это наивно на уровне хунвебинов вопрос. Культурной революции. Я, в общем, действительно не думал в этом направлении, о том, как это выглядит с точки зрения еще не обученного студента. Но, ну, то есть, ну, как, это можно и с такой стороны смотреть, и с другой стороны. А если бы мы пытались встроить действительно числа и анализ в арифметике пиано, а не в теории множеств, это ведь было бы гораздо-гораздо сложнее. Мне кажется, студенты вообще бы ничего не поняли. То есть, ну, анализ же как раз можно строить, ну, во всяком случае не в арифметике пиано, а в очень близкой теории, ну, которая консервативно ее расширяет. Можно там строить анализ, но это гораздо сложнее, потому что там, ну, формализация сложнее, там надо действительно числа сами понимать, как классы, ну, там функции это довольно сложные объекты, потому что, ну, их в лоб просто так не определишь, там, ну, потому что их сколько, их континуум, а там арифметика пиано может работать только с тем, что можно при помощи счетного набора объектов как-то параметризовать. Но оказывается там, что, например, непрерывные функции можно определить. Почему? Потому что непрерывные функции определяются только своими значениями на множестве рациональных чисел, а функции из там множество рациональных чисел действительные, их всего лишь континуум, а не гиперконтинуум, а, ну, тогда их можем рассматривать как классы в нашей, ну, там, арифметике. Вот. То есть, вообще-то, это все можно было бы делать, только это было бы гораздо сложнее. Как раз все-таки, ну, десятые числа, может быть, плохо понимают, но их проще, мне кажется, понять при теоретиком множественном рассмотрении, чем при таком. Заковыристом. В любом случае, спасибо. Сейчас у нас уже действительно нет времени. Спасибо вам. Переходим к следующему выступлению. У нас сегодня день высшей школы экономики. Московская высшая школа экономики передает эстафету Петербургской высшей школе экономики. Второе выступление Леонид Меркин. Как я говорил, день логики это не только логика математическая, не только философская, это еще и логика построения научных теорий. Научных теорий и я попросил Леонида выступить с логикой построения экономических, математикой экономических моделей. Спасибо за согласие. Ваша очередь делится экраном. И вы не возражаете, если будет запись, Леонид? Конечно, конечно, спасибо. Конечно, очень хорошо, если будет запись. Уважаемые новичники, всем привет. Мы можем задавать вопросы во время выступления. Во время выступления, пожалуйста, да, конечно. А дискуссию, если дискуссию откладываем до конца вашего выступления? Да, можно как угодно вообще говоря. Спасибо. Спасибо за приглашение. Буду очень рад сейчас поделиться своими соображениями. они действительно больше находятся в области методологии научных исследований в прикладной математике и связанных областях. Причем эти области не только математическая экономика, математические финансы. Я бы сказал, что будет интересно обсудить некоторые общие соображения относительно того, как меняется сейчас методология научного познания, в том числе под воздействием искусственного интеллекта. И меняется ли и я приняду один пример, который, может быть, я уже когда-то приводил, сейчас до него дело дойдет. Николай, напомните мне, пожалуйста, вот в предыдущий раз, когда мы встречались, я пример с законами Кеплера не приводил по отношению к машинному обучению. По-моему, нет. А вот мы его тогда сейчас рассмотрим, потому что мне кажется, что он довольно показательный. Ну, до него дело дойдет. Сейчас я сделаю шарфскрин, где-то здесь, а вот. Должно быть вправо внизу. Да, да, что-то появилось. Есть такое, да? Да, пока не четко, но да, появилось, да. Я увидел неподвижную точку, то бишь, самих себя. Спасибо. Итак, давайте мы вкратце поговорим вот о чем. Я бы даже сказал, какие существуют наиболее частые методологические ошибки в применении того или иного подхода к тем или иным классам явлений, как их избежать, наверное, и чего нас, что нас ждет, чего мы можем ожидать на этом пути. Ну, вообще говоря, наверное, мы можем разделить очень грубо, и то, это деление вызывает существенные вопросы. Наш окружающий мир, который мы хотим как-то познавать и математическими методами моделировать, на мир детерминированный и мир стахастический, если не будет никаких принципиальных возражений против такого деления. И, соответственно, у нас возникает модель, которую мы можем... Можно сразу же сказать? Извините, вот мне по слову стахастический вы имеете в виду именно теоретика вероятностный? Или я скажу следующую фразу, я на ней не настаиваю, но тем не менее это мое мнение и мне всегда интересно было услышать возражение или его обсуждение. Мне кажется, теоретика вероятностная модель недетерминированных явлений получила преимущество просто за счет того, что в начале 20 века других численных моделей недетерминизма не было. Все, я сказал. Можно реагировать? Давайте скажем так. Во-первых, у нас есть все-таки некоторая пограничная область между детерминированным поведением и тем, который я в кавычках называю стахастическим, то есть основанным именно на теоретико-вероятностной интерпретации недетерминизма, нон-детерминизма. И эта промежуточная серая, скажем так, область называется теория хаоса, которая хорошо известна в теории дифференциальных уравнений. То есть на самом деле это все-таки детерминированная с методологической точки зрения модель. У нас есть совершенно, скажем, понятные, многомерные, обыкновенные дифференциальные уравнения, которые порождают хаотические траектории. Но, хотя они детерминированные, но сложность, давайте где-нибудь чего здесь нарисуем ин-битвен. Сложность этих траекторий уже такова, что детерминированное описание для них и не очень хорошо подходит. И с другой стороны можно, в общем-то, подойти к уже описанию этого класса явлений, как именно стихистических в теоретико- вероятностной интерпретации. И действительно, вы правы, что теоретика- вероятностной интерпретации не является единственной для описания такого класса явлений, но в общем, давайте, наверное, скажем так, что, во-первых, между теоретико- вероятностной интерпретацией и детерминированным миром существует очень такой важный надежный мост, потому что даже если мы вводим теоретико- вероятностную интерпретовку явления, а в финансах именно состояние финансовых рынков обычно описывается с точки зрения стихистических, но давайте я скажу, что под стихистическими я понимаю теоретико- вероятностной модели, то после этого мы все равно должны сделать шаг назад в детерминированный мир, но только детерминированными у нас уже будут собственно не поведение системы, а именно различные их вероятностные характеристики, которые уже будут определяться совершенно детерминированным образом через математический аппарат, ну их можно определять методом стихистического оценивания через метод Монте-Карло, но в этом случае у нас и будет такая интересная история, кстати, давайте посмотрим, значит, и что мы дальше с этими моделями делаем, то есть у нас есть методы Монте-Карло для стихистического оценивания параметров стихистических моделей, и в этом случае у нас и результат оказывается стихистическим, или мы можем все-таки сказать, что какие-то характеристики нашей системы можно можно определить детерминированно не сами состояния, а именно, скажем, функции распределения, не оценить, а определить из модели. В этом случае мы, по крайней мере, для этих характеристик возвращаемся в детерминированный мир, и механизмом, с помощью которого мы возвращаемся в детерминированный мир, является уравнение Фотера-Планка, оно же прямое уравнение Калмагорова, ну и дуальное к нему, сопряженное к нему обратное уравнение Калмагорова, оно же уравнение Фотера-Планка, Феймена-Катца, то есть Фотер-Планк и Феймена-Катц являются уравнением частных производных, с помощью которых мы возвращаемся назад из стихистического мира, но не к состоянию системы, а к ее вероятностным характеристикам. Если бы, вот это вот совершенно ключевой момент, у нас не было уравнения Фотера-Планка, то вообще все наше стихистическое моделирование представляло бы собой очень печальную теорию. Мы бы могли записать стихистические дифференциальные уравнения, сформулировать модель, но мы бы не могли, представьте себе, даже распределения вероятностные, которые возникают в рамках этой модели, не могли бы получить в виде конечных формул. А мы бы сами распределения должны бы были получать в результате стихистического эксперимента, и они сами несли бы стихистическую погрешность. то есть у нас в этом случае была бы стихистическая модель в квадрате. И кстати, я бы не сказал, что она была бы абсолютно бесполезной. Более того, ведь существует и обратный подход, основанный на том же самом уравнении Фаимона-Катса, который заключается вот в чем. Смотрите, вот у нас здесь есть вероятностная модель, стихистический мир. Я пока, опять же, в кавычках напишу с моделями, заданными в виде стихистических дифференциальных уравнений. Но это пока некоторая натяжка. Мы, опять же, поговорим о том, что это значит, каковы там возможные ограничения и так далее. У нас есть стихистические дифференциальные уравнения. Мы от них получаем распределение наших процессов, то есть PDF, Probability Density Functions, плотности распределения процессов, сводя наше стихистическое дифференциальное уравнение к обыкновенному уравнению частных производных, которые являются уже частью детерминированного мира. Леонид, извините, пользуясь тем, что у нас можно... Конечно. Извините, когда вы сейчас сказали PDF, я, соответственно, размышал. partial differential, а F-то что такое? Нет, нет, Probability Density Function. Спасибо, что сразу расшифровали. Да-да-да. Спасибо. Probability Density Function, да. И не иметь никакого отношения к формату файла, который тоже PDF. но есть и обратное направление. То есть, кстати, знаете как, мы в финансовой математике начинаем вот отсюда. В хорошем случае, в плохом случае мы начинаем с... Знаете, что в плохом случае будет? В плохом случае плохой финансовой математикой вообще не понимает стахастическую природу явления и начинает не с детерминированной модели, не со стахастической модели, а сразу начинает с машинного обучения, не понимая на самом деле сущности явления, которые там происходят. Но если понимает, то он записывает стахастическое дифференциальное уравнение обычно и для того, чтобы получить именно плотности распределения возникающих при этом процессов сводит это к в прямом времени уравнению Фокера-Планка, в обратном времени уравнению Фейнмана-Катца, эти уравнения есть уравнения в частных производных параболического типа, они каким-то образом решаются, значит, каким-то образом это означает, когда размерность не очень велика, то возможно это сделать прямыми сеточными методами, когда размерность становится выше, выше это на самом деле три уже много, методами некоторым упрощением уравнения расщеплением дифференциального оператора одним из основных численных методов в финансовых стихистических дифференциальных уравнениях и соответствующих уравнениях фейнмана-Катца и Фокера-Планка является метод расщепления дифференциального оператора Николая Николаевича Яненко. Наши коллеги из Новосибирска наверняка его имя помнят и вообще все мы помним. Правильно? Да, да, конечно, конечно, да, да. У меня он даже лекции читал, да. В Новосибирске? Да, да, да. Вот видите, но вот основные его работы относятся к началу еще шестидесятых годов и на Западе стали известны как советсплитинг, то есть вот советский метод расщепления дифференциального оператора и в мировой финансовой математике это до сих пор основной метод. Вы знаете, мне извините, извините, я был вчера очень признателен последнему докладчику про Васильева, потому что я мало что понял в логике Васильева, но зато я много узнал про историю интеллигенции Казанского профессорского преподавателя состава Казанского университета. Вот эту сторону Николая Николаевича Яненко я не знал. Я знал как директора института, но я не был его подчинен, и как академика, и как лектора по ТФКП. Все. Спасибо. Да. Так что вы уже расширили мой кругозор. Спасибо. Спасибо. Но смотрите, а вот физик очень часто пойдет по обратному пути. Он сформулирует скажем так, модель, которая у него будет сразу представлена в виде уравнения в частных производных. Хотя, конечно, за этим всем все равно стоит стахастическая модель, потому что это уравнение в частных производных у него возникнет из соображений статистической физики, статистической механики, статистической термодинамики и так далее. То же самое уравнение, допустим, Фейнмана-Катца это уравнение конвекции, диффузии, реакции. Есть два взаимодействующих газа, между которыми есть диффузия, есть конвективные переносы, они еще вступают в химическую реакцию друг с другом. Это же уравнение описывает концентрацию одного из двух газов, второй будет единица минус концентрация первого в смеси. И у него возникнет вопрос, как это уравнение решать. У финансового математика сведение статистической модели к Фейнмана-Катца фейнмана-Катца а у физика будет наоборот. Он получил уже уравнение Фейнмана-Катца и знаете, что он дальше обычно сделает. Он пойдет по этому пути вот по пунктирной моей стрелке назад, скажет, что решение этого уравнения является математическим ожиданием некоторого случайного процесса и получит это математическое ожидание в виде просто результата статистического эксперимента с методом Монте-Карло. Поэтому в разных областях науки связь детерминированного и статистического мира через уравнение Фокера-Планка и Фейнмана-Катца идет в обе стороны. Это очень интересная история. Она развивается. Сейчас есть методы, которые позволяют таким образом уже редуцировать уравнение с нелинейностями, постепенно упрощая структуру нелинейностей. Ну, об этом отдельная история, мы сейчас этим заниматься не будем, но важно то, что все-таки действительно вот такой подход, когда у нас есть детерминированные и теоретико-вероятностные модели, и между ними установлен некоторый дуализм, он оказывается достаточно плодотворным. Ну, кстати говоря, вот, Николай, о том, что, почему в начале 20 века действительно стахастические модели стали популярными, это еще очень большой вопрос, до какой степени они стали популярными. Ведь само возникновение квантовой механики, которая, конечно, очень сильно двинула вперед потребность в стахастической интерпретации. Кстати, обратите внимание, давайте обратим внимание на такой поразительный факт, что почти в одно и то же время с разницей в в 2-3 года возникла современная теория вероятностей, потому что до этого возникла она в 1929 году в фундаментальной работе Андрея Николаевича Калмогорова, когда он сформулировал именно аксиоматическую теорию вероятностей, можно сказать, вот почти с точностью до года, когда зародился современный раздел математики, ведь до этого момента, вы знаете, теория вероятности считалась совершенно маргинальным разделом математики, потому что само понятие вероятности не было никак определено и не связывалось с понятием меры, и несмотря на то, что уже к этому моменту были попытки, ну, значит, были попытки, уже вторая половина девятнадцатого века, это зарождение стахастической термодинамики физики, уже к этому моменту был процесс создан, который случайный процесс, который является основным кирпичиком в наших стахастических моделях, это процесс брауновского движения, он же процесс Башелье, он же процесс Уиннера, он же процесс Эйнштейна, сейчас немножко о нем еще поговорим, строгой математической основы для теории вероятности не было, и она появилась только с 1929 года, более того, вплоть до, вот кто-нибудь еще помнит, что вплоть до 1950 годов продолжались дискуссии, вообще говоря, о природе вероятности, потому что между собой воевали аксиоматическая теория вероятности Калмогорова и физическая, по сути дела, частотная теория вероятностей фон Мизеса, помните такую историю? Вы знаете, честно скажу, не помню, но то, что я этой истории не слышал, но то, что вы сейчас рассказываете, можно реплику? Да. Вы знаете, меня всегда интересовало действительно, как было ой, извините, вас плохо слышно, немножко было, повторите, пожалуйста, немножко слышно, плохо было. Меня действительно всегда интересовало, как было выполнено доказательство, например, Чебышева, то, что мы называем сейчас неравенство Чебышева. Оно же не должно было считаться математиками современниками вообще доказанным. Да, оно было сделано, наверное, так же, как математиками. Да, как на уровне вообще бесконечно малых, о которых мы вообще ничего не знаем. Оно было, как в математике 18 века, уже было построено и дифференциальное, и интегральное, ну, по сути дела, даже 17 века исчисление, а потом и дифференциальное уравнение, а потом уже 18 век, 18-й, это и комплексный анализ, и уравнение в частных производных, и тем не менее, фундаментально не было еще понятия предела, не было понятия производной и так далее в строго логическом смысле. То есть, вот просто интуитивное отношение малых величин, и это все. Знаете, наверное, я бы сказал вот как. Вот мало кто помнит, опять же, вот смотрите, мы с чего начинаем вообще изучение математического анализа на первом курсе. У нас есть определение предела, правильно, на языке и апсилон-дельта и на языке последовательности. Вот с чего начинается все. И после этого через одно или второе определение предела вводится определение производной. еще математики восемнадцатого века ввели определение производной как отношение двух величин, которые принимают последние окончательные значения перед тем, как обратиться в ноль. И, естественно, как-то потом уже в девятнадцатом веке математическая наука такого рода определения перестала серьезно воспринимать, но на самом деле на этом тоже можно построить аксиоматику теории пределов и дифференциального исчисления. И она была построена уже в двадцатом веке и доказать ее эквивалентность языкам эпсилон-дельта и языку теории пределов последовательности. Поэтому, наверное, и доказательство Чебышова было в какой-то степени таким счастливым совпадением, что на уровне полуформального аппарата теории вероятности, который существовал в тот момент, его удалось доказать, и оно после этого вписалось в современную аксиоматическую теорию вероятности. Я бы так ответил на ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Да, но вернемся к вашему выступлению. То есть, конфликт между аксиоматической и частотной... Да, и физической интерпретацией. То есть, фон Мезес, кстати, все время забываю, какой их было два брата, Людвиг и второй-то, который... Один из них был экономистом, а второй как раз математиком. И физическая интерпретация вероятности как раз заключалась в том, что мы просто меряем вероятность того или иного процесса в наблюдениях. И если частота наблюдения сходится, а что значит сходится, а вот просто в эксперименте мы можем показать к какому-то пределу, то этот предел мы и называем вероятностью того или иного явления. И, кажется, сам фон Мезес не поленился бросить монету 24 тысячи раз и получил 12 тысяч 12 гербов, что было экспериментальным доказательством самого факта существования вероятности, выпадения герба и того, что эту вероятность можно отследить в одну вторую. Разумеется, все-таки в современном мире мы основываемся на аксиоматической теории вероятности. И вот она появилась в 1929 году и представьте себе, что одновременно, вот совершенно одновременно это 1926-1927 год, то есть где-то в интервале два года до этого появилась стахастическая интерпретация теории вероятности, то есть уравнение Шрёдингера. И по этому поводу были очень серьезные дискуссии, да они в общем-то в какой-то степени в физическом сообществе до сих пор продолжаются. Например, всем известно, что Эйнштейн был категорическим противником вообще какой-либо вероятностной интерпретации, ну поскольку не статистической физики, конечно, а именно вероятностной интерпретации квантовой механики. Потому что в статистической физике вероятностная интерпретация то, что мы идем по пути именно стахастического моделирования, она понятна. У нас там есть стахастический ансамбль. Ну, например, огромное количество молекул газа, которые каким-то образом взаимодействуют друг с другом. Да и то рационалистический фатализм Лапласа и вот Эйнштейнер просто проинтегрировать явно все соответствующие дифференциальные уравнения, которые там возникают, то есть у нас просто был бы для этого соответствующий вычислительный аппарат, то нам не нужна была бы стахастическая интерпретация. Мы бы получили детерминированные решения. А в квантовой механике у нас вообще говоря, даже стахастического ансамбля изначально нет. Вот у нас есть атом водорода и у него есть две частицы там ядро и электрон. И почему вообще говоря, для того, чтобы описать динамику этого электрона, нам нужно привлекать какие-то стахастические соображения. Совершенно не очевидно и даже до сих пор продолжается в меньшей степени, конечно, стахастическая интерпретация является сейчас совершенно общепринятой, но все-таки вопросы относительно того, а почему действительно нужно было внести стахастическое моделирование в квантовую механику даже туда, где явного статистического ансамбля нет. Но вы правы в том плане, что именно конец 1920-х годов и был тем поворотным моментом, когда с одной стороны все-таки резко увеличилась потребность в теоретико-вероятностном моделировании с точки зрения интерпретации квантовой механики, и с другой стороны для этого был создан необходимый математический аппарат. И до сих пор очень важным направлением были остаются методы решения соответствующих уравнений Фокера-Планка Феймана-Катса, особенно в больших размерностях, там, где мы допустим не можем получить ни конечное аналитическое решение, ни даже может быть уже невыгодно получать какие-то численные решения, но тем не менее нам нужно знать качественное поведение системы. И вот там используется аппарат, который был создан на самом деле как и очень многое. он восходит к работам Жака Адамара, знаменитого французского математика 19-20 веков, но распространение этот аппарат получил только в 1960-е годы, а реальное практическое применение за пределами теоретической физики, а именно финансовой математики, это произошло уже в 2000-е годы. Вот этот аппарат, с помощью которого мы исследуем качественные симптотические свойства уравнений Фокера-Планка называется, по-русски это длинное название фундаментальное решение уравнения теплопроводности, потому что уравнение Фокера-Планка и есть общий вид уравнения теплопроводности. В английском языке это называется термином heat kernels, тепловые ядра, который позволил получить качественные выводы для очень многих моделей, проистекающих будь то из теоретической физики, будь то из финансовой математики, сформулированных через стихистическое дифференциальное уравнение и до сих пор представляется наверное одним из важнейших достижений в этой области. Как я уже отметил, когда мы формулируем стихистические модели, а именно более точно скажем стихистические модели тоже можно разделить на дискретные и непрерывные. В финансовой математике это обычно модели в непрерывном времени, которые заданы как раз стихистическими дифференциальными уравнениями. В стихистическом дифференциальном уравнении есть обобщение обыкновенных дифференциальных уравнений, в них вводится некоторое стихистическое И вот в качестве элементарного процесса, который вводит стихистическое возмущение, это можно сделать абсолютно по-разному, но вся современная теория стихистических дифференциальных поравнений вводит это возмущение в виде браунского движения. Это процесс, который на самом деле тоже имеет физическую интерпретацию, потому что он действительно впервые не как математический аппарат, а как физический процесс наблюдался в 1827 году. Это действительно брауновское движение частицы пыльцы под воздействием случайных ударов молекул. После этого, когда был построен соответствующий аппарат, первого случайного процесса в непрерывном времени, он и получил название по аналогии с тем физическим процессом брауновского движения. На самом деле брауновское движение как математический аппарат, то есть как простейший случайный процесс в непрерывном времени, который является базовым блоком для построения других процессов, был открыт, наверное, три раза, тремя разными способами. В физике он был открыт Эйнштейном где-то, наверное, около, может быть, даже 1905 года. В финансовой математике этот процесс был открыт Луи Башелье, который является основателем финансовой математики, опять же, наверное, еще раньше, около 1900 года. И в теории управления этот процесс был открыт еще раз Норбертом Виннером, поэтому называется процессом Виннера, уже в 1920-е годы. На самом деле это один и тот же процесс, именно поэтому он во французской литературе, разумеется, обозначается буквой BT, в англоязычной литературе буквой WT, причем B означает именно Башелье, а не Браунин. А вот имя Эйнштейна никак в имени этого процесса не фигурирует. И с тех пор все развитие математического моделирования в непрерывном времени, это, по сути дела, то или иное развитие стихотических дифференциальных уравнений, основанных на Браунском движении. То есть вначале самая простейшая модель, это Браунинское движение само по себе, может быть просто с каким-то коэффициентом, который называется волатильностью. Потом стихотические дифференциальные уравнения, надстроенные над Браунинским движением, сначала одномерные. Например, для понимания стихотической динамики очень большого класса процессов, мы от Браунинского движения переходим к следующему процессу, который называется процессом Эйнштейна-Оленбека. Он совершенно простейший, одномерный, допускает совершенно понятную интерпретацию, имеет нормальное распределение, правда с интересными, чуть-чуть более сложными параметрами. И тем не менее, именно процесс Эйнштейна-Оленбека позволяет нам сразу построить классификацию довольно большого числа процессов, в отношении которых мы имеем больше информации, чем в случае простейшего Браунинского движения. После этого, то есть это по-прежнему у нас одномерный процесс, Браунинское движение по-прежнему у нас одномерный процесс. Ну, а после этого у нас уже начинается моделирование с 2D, 3D и так далее процессами. В финансовой математике вот этот переход к многомерному стихотическому моделированию, многомерным стихотическим дифференциальным уравнениям, это, знаете, совсем недавно. Это 1990-е годы. По сути дела, в 1993 году появилась модель Хестона, которая была двумерной. Ну, и после этого уже такого рода процессы стали строиться повсеместно. И тут сразу стоит сказать две важные вещи относительно методологии. И сравнить это с методологией, скажем так, наивной. Вот наивный подход, этот наивный подход очень сильно опасен. Он заключается в том, и вы знаете, сейчас этот наивный подход, ну, и среди исследователей-то уже достаточно сильно проявляется, но среди студентов в первую очередь заключается в том, что мы вообще никакие уравнения не будем писать. Мы даже и не будем пытаться строить модель явления ни в детерминированном, ни в стихотическом виде. Мы просто сразу попробуем построить какую-то модель машинного обучения, которая должна нам сама сделать inference необходимых свойств. То есть, обычно это предсказательных свойств данной модели. Понятно, что эта история совершенно безнадежна. Она очень плохо выглядит в детерминированном мире тоже. Я поясню почему, хотя формально может давать хорошие результаты. Но почему плохо выглядит, я вот пример с Кяплером в конце своего выступления приведу. А уж в стихотическом мире она не работает совершенно. То есть, если в детерминированном мире замена детерминированной модели на модель, не на модель, это даже в общем-то и не модель, а это какое-то феноменологическое, наверное, построение, основанное на машинном обучении, оно еще может иметь какую-то предсказательную силу, ну просто за счет того, что мы формально вводим в эту модель много-много-много параметров и в конце концов получаем достаточно хороший эффект просто к наблюдаемой реальности, то в стихотическом мире она не может это сделать вообще. Ну просто в результате неучета стихотической природы явления. И об этом нужно, я думаю, что всегда помнить. И когда мы работаем со стихотическими явлениями, то в первую очередь твердо совершенно необходимо понимать, что это стихотические явления, не пытаться их моделировать как детерминированные, и уж тем более не пытаться их моделировать просто неизвестно каким образом, который якобы должен быть инвариантным по отношению к природе явлений, что детерминированные, что стихотические. На самом деле такого рода моделей нет и быть не может. И вот самое интересное заключается в том, что вот эти модели одномерные, двумерные, трехмерные и так далее, они все марковские. И основной, наверное, смысл, основная ценность моделирования в виде стихотических дифференциальных уравнений заключается в том, что стихотические дифференциальные уравнения это марковские процессы. И если даже сам процесс немарковский, то вложив его в процесс более высокой размерности, одномерный немарковский, но мы его вкладываем в двумерный, у которого вторая компонента может быть и ненаблюдаемой, и мы получаем все равно марковскую модель. Она все равно немарковская. Вкладываем в трехмерный, получаем марковский. Естественным продолжением этой истории является переход к бесконечно мерным марковским моделям. Фактически это означает уход от брауновского движения в качестве базового блока. И теперь в качестве базового блока начинает выступать процесс, который называется дробное брауновское движение. FBM. Fractional Brownian Motion. Fractional Brownian Motion. Дробное брауновское движение, будучи немарковским, не вкладывается невложимо ни в один конечномерный марковский процесс. И эквивалентно бесконечномерному марковскому процессу. Вот это современное направление в финансовой математике, которое оказывается для определенных классов финансовых инструментов, особенно, что самое интересное, для криптоактивов, очень полезным, это то, что является такой горячей современной областью исследования, и я сам в этом в определенном смысле участвую. Ну, с эстахастическими процессами мы с вами увидели вот переход от простейшего одномерного процесса Башелье к бесконечно мерному дробному брауновскому движению. А вот теперь я хочу, и понятно, что при существенной эстахастичности любые многопараметрические модели, такие как модели машинного обучения, приведут просто к овофиту, к переобученности модели на текущих состояниях, текущих траекторных системах и будут иметь очень плохие предсказательные свойства. Но я вам сейчас приняду пример, почему просто использование машинного обучения как такового, без понимания сущности модели и явления, это очень плохая история даже в детерминированном мире. Мы сейчас с вами представим страшную совершенно вещь, что, знаете, какое? Что у нас не было ни Кеплина, ни Ньютона, но зато у нас есть современное машинное обучение. Вот давайте представим себе, что тогда будет. Так, подождите, вы сейчас не будете ли рассказывать примерно следующее, это обычное, что примерно следующее, что на самом деле эпицикл над эпициклами, то бишь разглажение до третьего члена в ряд Фурье очень хорошо все описывает? Почти. Замечательно, да, да, давайте. Почти. Но дело в том, что, если бы еще ряд Фурье, дело в том, что в модели машинного обучения даже ряда Фурье нет. Нет, то, что я хочу рассказать, это еще хуже, чем то, что вы хотите. Вот ваш пример. Еще хуже. Значит, смотрите. С чего начинал? Извините, Леонид, я реплику скажу. Да. Дело в том, что я не профессионал в Фурье анализе, но я преподаю, может быть, вы помните, в Иннополисе, в частности, для бакалавров, основы цифровой обработки сигналов. Поэтому я всегда поговорю, честно говоря, насколько реально мы обнаруживаем ту или иную моду, трудно сказать. И все, как говорю, в принципе, разложение до третьего ряда Фурье объясняло бы тремя эпициклами наблюдаемое движение планет с потрясающей точностью. Все. Да. Но вы знаете что? Что в том-то и дело, что эпициклы, это еще все-таки какая-никакая геосентрическая, но геометрическая модель. Ну, все-таки, да? Мы сейчас еще хуже представим себе ситуацию. Вот смотрите. Итак, с чего начала работа Кеплер? У него были временные ряды, собранные тихо-борадио на протяжении предыдущих 20 лет, наблюдения Марса. А что такое наблюдение Марса? Это видимые координаты. Это двумерные угловые координаты, которые в астрономии называются прямым восхождением альфа и склонением дельта. И вот Марс описывает какую-то там, допустим, петлеобразную траекторию в этих двумерных угловых координатах, которые необходимо каким-то образом описать. Вот, значит, там штрихи соответствуют различным моментам времени на этой траектории, как обычно. Хорошо, если есть даже пусть геоцентрическая модель. Да, у нас есть геоцентрическая модель. Значит, в центре мира находимся мы. Значит, вот Марс. На самом деле, нет, не Марс. Это у нас, значит, эпицикл вокруг, значит, по круговой орбите. Поэтому эпицикл движется, там, дифферент. Если дифферента не хватает, то еще и квант. И в результате этого, в конце концов, значит, движется Марс. И вот таким вот образом удается более или менее, как вы говорите, описанием, разложением в Риде-Фурье, описать вот это видимое движение. Естественно, от которого Кеплер полностью отошел. Используя уже Коперниковскую модель, он поместил уже в центр, в начало системы координат он поместил Солнце. После этого у него возникла орбита Земли. Более того, он понял, что орбита Марса является не круговой, а эллиптической. Я очень существенно увеличиваю эксцентриситет. Он получил уравнение Кеплера, которое дает кинематику движения по эллиптической орбите. Более того, значит, орбиты у него были некомпланарные. Он уже понял, что орбита Марса имеет наклон по отношению к орбите Земли. Если бы не было этого наклона, то у нас склонение было бы всегда равно нулю. Оно на нашем двумярном графике не нулевое. То есть он получил законы Кеплера. Он получил законы Кеплера для кинематики эллиптического движения. И после этого законы Кеплера уже были выведены из фундаментальных физических соображений, после того, как Ньютон сформулировал свои три закона механики и закон всемирного тяготения. Это вот у нас Кеплер и Ньютон. То есть фактически что? Исходя из совершенно базовых предпосылок о динамике движения, ну а что это значит? Это три фундаментальных закона механики и один закон всемирного тяготения, который дает нам просто формулу для взаимодействия гравитационного тел, где сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Мы получаем соответствующие динамические, а потом уже и решая соответствующие дифференциальные уравнения, кинематические уравнения. Все это имеет внутри некоторую систему параметров. Поскольку речь идет об уравнениях второго порядка в трех координатах, значит, для движения одного тела необходимо шесть параметров. Эти параметры называются элементами орбиты. И поскольку он в данном случае у нас два тела, то у нас есть еще Земля, но для Земли у нас параметров меньше, потому что мы можем считать, что наклонение орбиты Земли равно нулю, естественно, по отношению к ней самой. И в этом случае не имеет смысла еще один параметр, который является долготурой восходящего узла, потому что восходящего узла просто нет. В результате этого для Марса у нас шесть параметров, для Земли у нас четыре параметра. Но тоже, значит, они есть. Большая полость орбиты, эксцентриситет, долгота перецентра и момент прохождения Земли через перецентр, который, кстати говоря, происходит зимой, а не летом. Обычно 2 января. И всего у нас в нашей модели 10 параметров. 10 параметров, вообще говоря, даже если бы мы учитывали взаимные возмущения между Марсом и Землей, все равно у нас 10 параметров, которые позволили бы, абстрагируясь от гравитационных воздействий остальных тел Солнечной системы, полностью получить уравнение движения, их проинтегрировать, и после этого получить, в конце концов, вот то, видимое двумерное движение, с которого все и началось, с которого получил Тихобораде, который получил Тихобораде и начал Кепра. А теперь представьте себе, что у нас ничего этого нет, просто потому что мы дифференциальное уравнение не знаем, как очень часто наши современные студенты говорят, что это математика 17 века, зачем нам ее изучать, у нас есть только машинное обучение, которое есть замена всей востаревшей математике в 21 веке. Правильно? Так ведь? Что тогда есть? Тогда мы ничего не знаем, кроме вот этих вот видимых двумерных координат. Можем ли мы, имея очень длительные ряды наблюдения, построить просто аппроксимацию, в данном случае она детерминированная, у нас здесь нет стахастических факторов, просто какую-нибудь большую-большую-большую нейронную сеть, которая будет содержать внутри себя n параметров весов, и n будет равно не 10, а, например, там, ну, я не знаю, 10 в 3, 10 в 4. И достаточно точно описать то же самое видимое движение, потому что Кеплера и Ньютона у нас не было, а машинное обучение у нас есть. Можем. Будет этого достаточно? Наверное, все-таки нет. Вы знаете, как вам сказать, это с точки зрения, вот мы с вами много обсуждали подобные вопросы лично, с точки зрения понимания мира, как вы помните, у нас было полное согласие с вами, дифференциальное уравнение надо знать, потому что, грубо говоря, до середины 20 века, это с середины 17 до середины 20 века, это главный язык описания картины мира. И в этом смысле слова, если мы волнуемся, за что люди должны знать, иметь представление о картины мира, выраженной на адекватном языке, современном адекватном языке, это, конечно, нейронной сети недостаточно. Но это не убеждает студентов. Да. И то, что у нас здесь нужно тысячу или десять тысяч параметров для того, чтобы на самом деле описать движение, в котором десять по-настоящему параметров, просто нейронная сеть, в отличие от гениального мозга Кеплера, не смогла раскрыть пространственного характера движения, не может. Вы совершенно правы. Но в том-то и дело, сейчас извините, что я вас перебиваю. А я уже практически закончил. Можно, наверное, переходить к дискуссии. Давайте считать, что мы ее и начали. Да. Глядите, сейчас как раз избыток данных. Избыток данных. И как раз, конечно, те же самые таблицы Браги. Таблицы Браги. Это избыток данных. И сейчас можно... Если картины мира не создавать, этих таблиц достаточно для того, чтобы предсказывать солнечные и лунные затмения на ближайшие 200 лет вперед. Обучив нейронную сеть. Но с точки зрения нашего мира понимания, разве это достаточно? Нет. Слушайте, для меня нет. Для меня нет. Кстати, можно я сразу задам один вопрос? Конечно. Он немножко уводящийся в сторону. Зачем я возврат к некоторому предыдущему моменту. Вы знаете, буквально в этом году, буквально недели три назад, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, где и по какому поводу. Я или прочитал, или услышал такую интерпретацию. Ну, такую интерпретацию. Ньютон, используя кинематические законы Кеплера, доказал, открытый Гуком закон всемирного тяготения. Да, это так. Причем, то, что Гук предложил, я знаю. То, что они там враждовали... Если Ньютон доказал в обе стороны, это тоже так. То есть он показал... То есть он показал... В данном случае это очень уместно в ней логики. Это понятие доказал вот специфическое понятие. Да, хорошо. Я, извините, перебил. Да, то есть он, по сути дела, провел, причем в тот момент, когда дифференциальные интегральные исчисления только-только было создано, причем им же самим. Это утверждение в обе стороны. Если сила тяготения подчиняется закону обратных квадратов, то у нас должно быть эллиптическое движение, ну, вообще говоря, движение по конечным сечениям, но он рассматривал частные случаи эллиптического движения. И наоборот, если у нас имеется кеплеровское эллиптическое движение, то тогда сила притяжения, которая в данном случае должна быть равна центростремительной силе, она будет изменяться по закону обратных квадратов. То есть, причем в эту сторону доказательство проще. Это так. Понятно. То есть, мне важно в данном случае, что мы можем именно так интерпретировать. Предложил Гук, но доказал Ньютон именно. Да, да. Потому что он дал несколько доказательств, в том числе, а, исходя из кеплеровских как раз кинематических соотношений, второе, сравнивая измеренное ускорение свободного падения на поверхности Земли и период обращения Луны, опять же, показал, что в этом случае сила, центростремительная сила, предполагается, что и там, и там это как раз сила гравитационная, она будет обратно пропорциональна к квадрату расстояния. Ну, то есть, построил несколько доказательств, которые увязывали уже до этого существовавшие физические теории с вот этим предложенным законом обратных квадратов. на самом деле, да, Хук, а может быть, даже и до него этот закон обратных квадратов уже как-то витал в воздухе. Может быть, даже и Хук-то был не первым, непонятно. То есть, знаете, они ставили вопрос так, если предположить, что вот сила тяготения изменяется обратно пропорциональна к квадрату расстояния, а это предположение было уже довольно распространенным, какие мы из него тогда можем сделать выводы? И вот самые полные выводы из них сделал Ньютон. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, вопросы, высказывания. Если Леонид говорит, что можно уже обсуждать. Мне очень жаль, что вчера вы не подключились, потому что вчера было одно из обсуждений, как раз одна из тех вчера был доклад. Я помню, что у вас занятие вечерами в пятницу. Как раз был доклад по обзору двух статей по применению искусственного интеллекта для решения олимпиадных задач. Но опять же, кстати, этот подход вам будет вполне как раз понятный. Сейчас это такой двухпроходный вариант самый рабочий. Причем геометрический. Сначала сразу обсуждается решение лобовой формализации. Лобовой формализации при помощи какого-нибудь прувера, в данном случае Лина прежде всего. Если Лин за какое-то время не выдает ответа, языковая модель, то бишь не, ра-сеть начинает переформулировать задачи несколькими способами и передавать очередную переформулировку, формализованную Лину, если он либо он решает переформулированную задачу. И вот, но в результате получающееся решение, это решение все равно текст доказательства выполнен Лином. Он верифицируем другим доказателем, понятно, но это не объяснение для человека решение. Но, тем не менее, на данный момент опыт решателя геометрических задач 25 из 30 из последних 7 лет международной математической олимпиады. Вот знаете, вот здесь интересно, если речь идет о чисто геометрических задачах, то ведь на самом деле эвклидовая геометрия полностью эквивалентна просто формулировке в терминах коммутативной алгебры. И там возможно применение чисто алгебрических методов. То есть, по сути дела, речь идет о применении метода координат. Так как вчера в обсуждении как раз упоминалось теория первого порядка поля вещественных чисел разрешила в принципе, да. В данном случае это просто у нас там обычно даже и теория вещественных чисел не нужна. Это теория скажем так теория полиномиальных колец над любым вычислимым полем под которым обычно понимается или поле рациональных чисел или алгебрическое расширение поля рациональных чисел. То есть, там, в общем-то, в геометрических задачах обычно и нет необходимости привлекать поле вещественных чисел в целом. а достаточно просто какого-то вычислимого поля. И дальше, кстати, оказывается, что большинство геометрических теорем, когда они были таким образом сформулированы и доказаны именно, а доказаны как просто методом элиминации переменных, методом элиминации квантеры, да, 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 quantifier illumination, который в конце концов сводится к одному из двух алгебрических методов. Это или метод гребнаровских базисов, или метод характеристических множеств, которые идут по двум принципиально разным путям. Гребнаровский базис дополняет нашу изначальную систему различными следствиями, поэтому он работает всегда в общем случае, у него нет особенностей, но в результате этого число следствий может увеличиваться и может получиться так, что мы не можем в этом случае решить вопрос об однозначной разрешимости. А метод характеристических множеств наоборот производит псевдоделение, исключая коэффициенты, выполняя деление над уже полем как по-русски сказать, fraction field of polynomials. вы понимаете, то есть полем полиномиальных дробей. Да, 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 рациональных функций что ли в данном случае? Ну, рациональных функций, да, fraction field, рациональных функций. И, естественно, это работает только в невырожденном случае, поэтому он расщепляет систему на вырожденные и невырожденные случаи, предположение, что знаменатель равен и не равен нулю, и строит дерево решений. Но это полностью алдеритмизируемая задача, и здесь даже, в общем-то, никакой программ не нужен. Это просто стандартные методы quantifier elimination. Это так, но сам по себе никто не будет реализовывать элиминацию квантеров вне контекста доказателя или какого-то решателя формул. Да, никто не будет отдельно это делать. Так, Леонид, у меня к вам большая претензия. Вот, Яненко, вы помните, а то, что базиса не Гребнера, а Гребнера Шершова, вы не назвали. Вы знаете, а вот к стыду своему первый раз сейчас слышу. Вы знаете, так как я новосибирец, то как раз в Новосибирске всегда говорят Гребнера Шершова. На самом деле, они, конечно, стали известны, то есть, то, что Шершов сделал аналогичный результат примерно в то же время, но чуть раньше, это стало известно позже, но в данном случае я не цепляюсь. Это не более, считайте, что это шутка новосибирца. Вы знаете, что самое интересное, то, что базиса Гребнера, они даже и не Гребнера. Да. Их построил Бруно Буркбергер, ученик Гребнера и назвал в честь своего учителя. Да, это я тоже знаю, потому что как раз Буркбергера, ну, я встречался с ним лично и он рассказывал эту историю. Да. Вот, да, да, да. Правда, правда, да. И вот алгоритм, именно алгоритм Буркбергера построения Гребнерских базисов до 2000-х годов считался основным. по сути дела это тот же самый Critical Pair Completion алгоритм Кнута Бендикса. Кнута Бендикса, да, да, да. Но после этого сейчас вот современным методом вычисления Гребнерских базисов является принципиально иной алгоритм. Это методы F4 и F5 Жанна Фажера. Вы знаете, вот этого я совсем не знаю. я изучал и преподавал методы как раз алгоритмов Буркбергера в 90-е годы, когда с тех пор и тогда же Кнута Бендикса изучал, но с тех пор я не обновлял своих знаний никак. Причем алгоритм F5 Фажера, они до некоторой степени, я просто, ну, если уж об этом речь зашла, общую идею скажу. Смотрите, ведь мы можем рассматривать полиномы как вектор в линейном пространстве, натянутом на пространство маномов. Ну да, естественно. И вот именно интерпретация гребнарских базисов с точки зрения линейной алгебры позволяет на самом деле рассматривать, ну, я так очень-очень сейчас неформально это скажу, задачу построения гребнарских базисов как вариант задачи на собственные значения. Вот в этом как раз только при этом пространство расширяется, потому что мы не знаем, сколько же маномов нам придется достроить. И в этом основная идея алгоритма Ф4. Что касается Ф5, то про него говорят, что кроме самого Фажера его никто так и не понял, несмотря на имеющиеся публикации. Без комментариев спасибо за сообщенное. В частности Дмитрий Александрович Кондракев. Как вы сами понимаете, я обращаюсь к Дмитрию Александровичу, как вы сами понимаете, алгоритм Кнута-Бендикс это очень важная часть многих верификаторов. Так что не мешало бы этим как-то разобраться, но не сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Во-первых, очень интересно. Да, у меня в ходе слышно возник такой вопрос, а есть ли уже готовые компьютерные библиотеки для решения стахастических дифференциальных уравнений? Может, кто-то уже сделал такое дело, и было бы замечательно. Вы знаете, давайте вот сразу скажем, что решение стахастического дифференциального уравнения это совершенно не то же самое, что решение обыкновенного дифференциального уравнения, например, начальные задачи. Почему? Потому что мы получаем семейство стахастических траекторий, и от того, что мы получим семейство путей, которые зависят от того или иного брауновского движения, у нас, в общем-то, не увеличивается как-то качественное понимание нашей задачи, решения нашей задачи. Решить стахастическое дифференциальное уравнение, это именно построить плотность распределения для нашего процесса. То есть решить стахастическое дифференциальное уравнение, это именно свести его к уравнению Фокера-Планка, и решить соответствующее уравнение Фокера-Планка, Например, с помощью, если мы хотим получить какое-то качественное решение, асимптотику, с помощью метода тепловых ядер. То есть вот очень хороший момент. Есть ли такие библиотеки? В какой-то развитой такой форме пока нет. У меня был план, что один из моих аспирантов в университете Сиренс начал над этим работу, но он потом немножко сменил тему исследования, и пока этот вопрос остается открытым. Возможно, я когда-то к этому вопросу вернусь. То есть от формулировки задачи до СДИ, до получения решения в виде теплового ядра, который дает нам так или иначе ту или иную асимптотику. Извините за музыку. Это я решил посмотреть. Бухбергер жив или еще? Жив оказывается. И это как раз включило случайное его интервью. Достаточно. А нет, нет, я ничего не видел. Брауна Бургергер. 30 декабря прошлого года. Интересно, я не ожидал, что... Да, я слава Богу, что здорово к слову сказать. Я просто был в Австрии, в институте, когда он руководил там институтом. Как же он называется? Линцер, да? Сейчас я не помню точно. Линцер. Да, да, да. Да, совершенно верно. Я был еще аспирантом тогда. Нет, уже не аспирантом, а молодым ученым. Молодым ученым легче было ездить. Он достаточно сносно говорил на русском языке. И вот это тот случай, как ни странно, он очень тепло, как многие в Австрии, очень тепло относился к людям из России. Очень тепло. Это как просто воспоминание. Так что извините, что я ударился в лирику. Это естественно, раз его вспомнили, да. Спасибо. Интересно, интересно. Слушайте, а можно задать вопрос, немножко уходящий в сторону, тем не менее? Конечно. Относящийся... Если вы сейчас не сможете ответить, это не по сути вашего выступления. За него, конечно, спасибо. Дело в том, что одна из моих дочерей сейчас учится на втором курсе экономического факультета. И чтобы как-то понимать то, чем она занимается, соответственно, с ее подачей по некоторым причинам, я читаю некую книжку, причем перевод с корейского, научно-популярную о современных экономических теориях. Я могу дать название книжки и так далее. Но сейчас дело не в этом. Перевод с корейского. Почему с корейского? Это тоже существенно. Это существенно, потому что это дочка. Потому что дочка хорошо говорит по-корейски и является одним из переводчиков, сертифицированных переводчиков с корейского. Ну, пятый уровень из шести. Но дело не в этом. Это объясняет, почему книжку по экономике и почему перевод с корейского. Ну, вот интересно. Я недалеко еще продвинулся. Еще фактически читаю одну из вводных глав. Меня очень смутило рассуждение про причины экономического кризиса 2008 года, начавшегося в США с краха ипотечного кредитования. Правильно? Да, причем началось это годом раньше, уже в 2007. Да. Ну, в общем, это на моей памяти. Ну, и вот я решил тебе методично прочитать. И вы глядите. Извините, я сейчас не буду открыть книгу и цитировать. Мы не об этом речь. Мне показалось, что в данном... У меня появилась следующая мысль, пришла в голову. Что теоретико-вероятностные методы прогнозирования возможного краха ипотечного, вообще любого кредитования, в частности ипотечного, содержали в себе методологическую важную ошибку. А именно. Так или иначе, ипотечные... Те люди, которые брали ипотечный кредит, то есть моргидж пресловутый, в основном это были американские домохозяйства. Так вот, эти домохозя... Каждая из них, домохозяин или домохозяйка, не были независимой величиной. Это был один и тот же класс. То есть подход, исходя из гипотезы, что каждый, берущий кредит, независимая, случайная величина, просто неверен методологически был. Вы можете сейчас не отвечать, потому что я еще... Вы знаете, отчасти так. Как вы сами понимаете, они находятся примерно в одинаковых социальных условиях, и поэтому они не независимые. Да. Отчасти так, но все-таки в основном причины были другие. Если интересно, я могу рассказывать сейчас об этом, потому что я в это время уже работал в финансовой индустрии, и как участник индустрии, конечно, детально анализировал, что тогда происходило, и после действия этих эффектов рассказать? Мне интересно. Разумеется, не злоупотребляя временем других участников. Да, да. Окей, ну давайте я... Мне интересно услышать. Я не доработал, я уже бы задал вопрос. Смотрите, основная причина вообще не там и не тогда и не в этом. Основная причина заключается в том, что, извините, пожалуйста, капиталу нужно куда-то себя инвестировать. Об этом еще наш многоложаемый товарищ Маркс писал, что капитал больше всего боится, когда нет доходности. Вот он от этого бежит. Бежит туда, где доходность есть. И оказалось в начале 2000-х годов, что действительно особенно инвестироваться-то и некуда. Потому что до этого был бум компьютерных технологий, доткомов, 1929... Доткомов, которые лопнули в 98-м? Нет, они лопнули в 2000-м. В 98-м был самый рост, и в 99-м в начале 2000-м... Вы, конечно, лучше знаете, я не спорю, да. В 98-м у нас были неприятности с нашими краткосрочными облигациями. И, по сути дела, в 90-е годы произошел огромный рост вообще производительных сил современного общества за счет того, что были открыты и созданы современные информационные технологии. Правильно? Ну, в частности, интернет-технологии. После этого оказалось, что далеко не все эти технологии тогда уже были зрелыми. Огромные объемы инвестиционного капитала сгорели. Доткомы полопались. Это вот, считаем, там 2001-й год. Произошла мягкая рецессия 2001-го года, которая еще была усугублена нападениями на Соединенные Штаты. Но она не очень была тяжелой, и в основном она ударила именно по технологическому сектору. А теперь представьте себе вообще инвесторов. Инвесторов любых, и профессиональных, и банки, и пенсионные фонды, и частных инвесторов и так далее. Им нужно куда-то что-то инвестировать, средства инвестировать. Инвестировать, ну вот если мы вернемся где-то в 2004 год, оказалось некуда. Не было в тот момент роста экономики, куда было бы привлекательно инвестировать капитал. Информационные технологии на тот момент себя как бы так дискредитировали и ждали следующего появления, которое произошло в конце 2010-х, в начале 2020-х годов и сейчас происходит. А на тот момент просто некуда. И в этот момент, чтобы придумать куда, вот придумали метод инвестирования в сапрайм плохого качества, именно плохого качества моргаджи. Тут дело не в том, что средний класс инвестировал, в том-то и дело. Не от того, что там домохозяин и домохозяйка инвестировали. А дело в том, что в Соединенных Штатах в этот момент были два основных моргадж-провайдера. Это Фанни Мэй и Фредди Мак. Потом по итогам кризиса Фредди Мак вошел в состав Фанни Мэй. И они в основном давали моргаджи всему населению. Если кто-то по каким-то критериям, отсутствие доходов, плохая кредитная история, под судом был и так далее, не мог получить моргадж у, допустим, Фанни Мэй, то он его практически нигде и не мог получить. Вот не дают и все. И в этот момент финансовая индустрия придумала, что делать. Надо вот этих вот людей, которые раньше не могли получить моргадж, снабдить моргаджами для этого. Но они действительно в основном неплатежеспособны. Понимаете, чудес не бывает. Фанни Мэй не так просто не давал им. Те, кто получал нормальные моргаджи от Фанни Мэй, те никакого кризиса не создали, и с ним ничего плохого-то и не произошло. А произошло вот с этими саппрайм-участниками. Новые моргадж-провейдеры придумали так. Мы не будем свои деньги выдавать тем людям, которые на самом деле моргаджи не заслуживают. Ходило, это не шутка, это абсолютно реальный пример. Приходит алкоголик с бутылками, его спрашивают, есть ли у вас какие-то активы. Он говорит, что у меня есть 100 пустых бутылок, и он получает моргадж на 100 тысяч долларов. Без шуток. Да, да. Почему? Потому что вот этот провайдер, агентство, которое ему выдало этот моргадж, оно поняло, как это надо делать. Оно не свои деньги ему будет выдавать. А оно будет выдавать ему деньги кредитные, которые он сам займет у финансового рынка путем вывода на рынок ценных бумаг, которые вот назывались как раз CDO, collateralized debt obligations. И эти бумаги продавались инвесторам. Причем инвесторам и частным, и пенсионным фондам, и инвестбанкам, и так далее. Им говорилось, что, значит, мы сейчас вовлекаем новый слой населения в получение моргаджей, и это высоко доходная для вас инвестиция. Почему тебе покупали? Потому что больше инвестировать некуда. То, что эти CDO несли риски, что эти люди не платежеспособны на самом-то деле, алкоголик с бутылками, это все понимали. Это даже в спецификации этих инструментов было написано. Но, вы знаете, без всяких шуток. Во-первых, огромное число инвесторов действовали по принципу «после нас хоть потоп». Почему? Потому что платежи по этим моргам наступали не сразу. И была надежда, что прежде чем заемщики обанкротятся, а то, что они обанкротятся, ни у кого особенно сомнений не было, цена на недвижимость вырастет настолько, что она перекроет потом результат от банкротства заемщиков. Ну, обанкротятся, ну, их дом перейдет в собственность инвесторов. Ну, хорошо, инвестор все равно получит свой доход, но не с процентов от моргаджа, а с увеличения стоимости недвижимости. Системный фолд был вот в этом. Предполагалось сразу, что эти сапрайм-моргаджи, конечно, никто не выплатит, но что они обеспечены монотонно растущей стоимостью недвижимости. А вот что может произойти системный кризис на рынке недвижимости, и она подешевеет, вот этого модели не учитывали. Они считали, что обеспечение моргаджа в виде недвижимости является действительно гарантией. Падение стоимости недвижимости в макроэкономическом масштабе модель не учитывала. Вот вся история. Так, очень интересно. Спасибо. Не то, что я все понял, но спасибо. Очень интересная подоплека процесса, о которой как раз я в этой книге, я даже сейчас скажу, как называется книга, пока не прочитал. Сейчас я скажу название книги. Эта книга Ха Джун Чанга «Как устроена экономика». Окей, спасибо. Но вот на самом деле история была такая. Но я не рекомендую эту книгу. Для меня она, скорее, слишком много слов. Кстати, на математическом уровне каких-то полноценных математических моделей национальной экономики нигде нет, за исключением модели национальной экономики Великобритании, которая была создана Министерством финансов и Меджеси Стражери еще в конце 80-х годов. Модель в основном феноменологическая, то есть она содержит огромное количество коэффициентов, которые там как-то вручную подправляются. То есть она сама является нейронной сетью как бы? Да, да, да. Она сама является как бы нейронной сетью. Я сначала думал, что она представляется просто какой-то одну очень большую систему линейных стахастических дифференциальных уравнений или даже детерминированных дифференциальных уравнений без стахастической части. Но нет. Она представляет собой набор вот таких вот каких-то качественных феноменологических соотношений, которые тюнуются вручную. Но она позволяет делать какие-то макроэкономические выводы. Например, если увеличить налог на продажу недвижимости на 1%, то как это изменение будет пропадировать через различные сферы экономики? Где вызывает подъем, где вызывает спад и так далее? Спасибо. Вот я даже в конце узнал, как называется Министерство финансов в Великобритании. Her Majesty Registry. Her Majesty's Treasury. Treasury. А, не Registry, а Treasury. Да. Ну тогда понятно. Так, означение. Нет. Извините, я ошибся. Сейчас His Majesty's. А, His. Да, да, да. Это тогда был Her Majesty's. Сейчас His Majesty's. Да, да, да. Я еще как-то к этому не привык. Да. Уважаемые участники, вопросы, высказывания. Я пока, люди думают, хотелось что-то сказать. Вообще ожидался еще один доклад о логике другой, не только философской и не только математической. О логике. Ожидался еще один доклад из Томска. Был еще приглашен, приглашал еще одного докладчика из Томска. О логике политологии. Это было бы тоже интересно послушать, потому что логос, то, что во многих науках звучит слово логос, имеет корень логос, по-видимому, то, что объединяет и то, что прежде всего отмечается во всемирный день логики. Еще вопросы, высказывания. Ну, тогда давайте поблагодарим Леонида и еще раз поблагодарим Ивана. Для меня за интересные доклады точно. Это искреннее, это искреннее высказывание ни в коем случае ни лицемерное, ни фалисейское. Спасибо вам обоим. Спасибо всем, кто нас слушал. Да. Ну что, тогда до свидания всем. Клонимся, спасибо, до свидания. До свидания.